Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 1 февраля 2016 года, выпуск номер 68. Время пол-одиннадцатого по Челябинску. Всем привет! У нас для вас сегодня, как обычно, есть три громкие темы. 13 UX предсказаний на 2017 год. Разные языки программирования. Узнаем от Яндекса, какой выбрать. И WordPress обречён. Погнали! А у нас вот хостинг, интересно, он обречён или нет? Нет, юзеры, которые используют не Smart Tape, они обречены на самом деле уже тоже, потому что сопротивление бесполезно. Давно пора уже покупать VPS-решения от наших партнёров, поэтому прослушайте ещё раз джингл. Мощные и надёжные виртуальные серверы — это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartTape.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надёжным и мощным оборудованием. А слепительный комьюнити-проект UF Design рекомендует услугу «Аренда VPS-сервера», которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. «Тутуру». «Тутуру». Ну, кстати, был в чатике чувак с ником «Тутуру», он бота всё время приводил и... «Испаймил». «Испаймил». Ладно, переходим к темам непосредственно. Давай начнём. У нас, блин, у меня обойка открылась. Ну ладно, неважно, мы её всё равно обсудим так в самом конце. Угу. Начнём с такой темы. Adobe представляет нам сервис Adobe Portfolio. Так. Удивительно красиво простые и креативные сайт-портфолио. Вот такой вот корявый машинный перевод от Europe Design нас сегодня ждёт. Подожди, стой. Ты хочешь сказать, что это та самая новость, которую мы обсуждали 100 тысяч лет, и вот, наконец. Да, я сегодня хотел как бы погуглить какие-то детали, и мне гуглились новости от октября 2015 года, как раз когда мы обсуждали первые, так скажем, подвижки в эту сторону. То есть Adobe уже тогда это анонсировала, и всё ждала, когда же выкатить релиз. Вот статья в их блоге от 25 января. То есть, ну, неделька уже прошла, так, протухло чуть-чуть. Угу. Вот. Но они, наконец-то, сделали его доступным. Вот, смотри, логотипчик у них, ну, как бы, не логотипчик, или как? Ну, как, короче, как Photoshop, только PF. Портфолио. Я, честно говоря, не отличил, я думал Photoshop. Ну, да, у них здесь немного более синий-синий. Как бы, как бы это ни звучало парадоксально, Photoshop голубенький такой, а Adobe Portfolio, он прям такой синий. Как вот у них справа кнопка See All Plans. Угу. Доступен бесплатно для всех подписчиков Creative Cloud. Так. Я так думаю, полных. То есть, если среди наших уважаемых слушателей есть подписчики для именно фото набора, который там 300 рублей в месяц стоит, Photoshop и Lightroom, то напишите, доступен ли для вас этот сервис, потому что, как бы, хрен его знает. Ну, грубо говоря, это бесплатная альтернатива Behance, точнее платная альтернатива, что-то я уже все. Угу. Так скажем, то есть, ты можешь запилить у себя в профиле, ты новый шрифт нарисовал, и ты целый, грубо говоря, лендинг большой, картиночками заверстал, нарисовал, что, типа, вот, новый шрифт, встречайте, там, суперкруто. Ну, да, с учетом того, что ты это делаешь в основном картинками, там, ну, большинство проектов там картинками сделано, оно не очень accessible, то есть, ну, это так, это просто, вот, в рам, это типа портфолио, а тут прям полноценный сайт. И... Ну, давай посмотрим, что может. Да ничего, просто показать свои проекты со ссылками, грубо говоря, то есть, можно, вы получаете сайт вида вашник.myportfolio.com. Ты имеешь в виду тут еще и нельзя на свой хостинг запилить, допустим, на смарт-тейп? Можно накатить, нет, хостинг сменить нельзя, это за хостинг решение, как в wordpress.com, но можно добавить свой домен, запилить аналитику, использовать тайп-китовые шрифты, и некоторые страницы защищать паролями, внимание. То есть, мы даже, никакой речи не идет о том, что о чистоте кода там, это просто страничка. Конечно, это, ну, там... Слушай, я не очень в курсе, то есть, есть наверняка какие-то темы, предустановленные, так скажем, которые можно кастомизировать, но я так понимаю, что, ну, собственно, ты видишь здесь на, как скажем, на мокапе, где сайт Матиаса Хайдериша рассматривается, там есть, типа, this gallery, page background, project covers, header, logo, navigation, footer, background. То есть, ты можешь кастомизировать вот ту тему, которая здесь есть. Даже кастомизировать, я бы сказал. Да, скорее всего. Можешь менять, там, сайдбар и контент местами, то есть, если мы посмотрим слева, панель управления, там вот есть, так скажем, ну, я вот здесь для наших зрителей показываю, иконочка лояута, так скажем, там, знаешь, типа, header, сайдбар и контент, там вот можно менять это все. То есть, какой-никакой микроконструктор, уважаемый слушатель, я про вас не забыл, но просто рассказывать про конструктор сайта на слух довольно-таки сложно. В общем, есть возможность кастомизировать эти блоки, кастомизировать. Опять, сейчас мне уже самому тоже захотелось сказать. Просто это все выглядит, как, знаешь, фреймворк у дизайн-мода. Да, да, ну, то есть, все, так скажем, конструкторы лендингов или каких-то сайтов выглядят примерно одинаково. Давай буквально пару примеров посмотрим. Почему-то первый же пример, он на немецком. Штат дер Цукунфт. Так. И штуди цвай, и так далее. Хочется сразу оттпить свою сосиску, если честно. Да, и указать, где немцы, потому что рефлексионен драй. Так. Вот, в общем, да, почему-то первый же, так скажем, например, он... Есть синглы, то есть вот я кликнул на один из них, и там прям у меня контента. На самом деле, примерно как на Behance все картинками же вывалено. Здесь you may also like, и back to top. То есть все. Здесь снизу нас приветствует Notis о том, что это example portfolio, что типа это нереальный продукт. Есть статические страницы типа вот about contact. Hello, my name is Matthias. I'm self-taught photographer. Currently live in Hamburg, Germany. Понятно, то есть стандартный функционал, такой лундухи. Ну, типа, короче, вот есть очень много вордпрессовских тем портфолио. Вот примерно вордпрессовская тема портфолио. Я просто хочу еще... Ты еще хочешь? Еще один пример. Вот открой последний. Mercedes my portfolio.com. Например, Mercedes будет? К сожалению, нет. Ёма-йома. Пользователь, так скажем, ну, и у него логотип такой. Какой-то художник, я так понимаю. Да, иллюстратор. У него есть портфолио и about. Hello, my name is Mercedes Crespo. Many of the lovely internet peeps know me is Yoma-yoma. Ну, ладно, неважно. Я тебе вопрос просто хотел задать. Вот видишь его персонажи, да? То есть они... Ну, некоторые основаны на реальных, так скажем, героев. То есть вот, например... Марио. Greenness Show. Это Марио, да, очевидно. Там вот слева это типа Гринч. Не Гринч, наверное, но просто какое-то зеленое чудище, так скажем. Так вот. И мне, во-первых, это напоминает обложечку альбома Kill the Noise. У него, кстати, там есть трек вместе с Rappership, который тоже Mercedes зовут. Так вот, там у него тоже он типа черепок, у него кепочка. Так я, собственно, что хотел спросить. Имеют такие иллюстрации место в онлайн-играх каких-нибудь, там, в платформерах или в чем-то. Ну да, скорее всего в инди-играх, я думаю. Да, потому что я сразу думаю, а какая целевая аудитория вот у такого типа экспериментальных, так скажем, рисунков? Да, или те, кто слушает дабстеп, или у школьников? Ну только, понимаешь, те, кто слушает дабстеп, мне кажется, настолько абстрактная аудитория. Ее никак не по возрасту, не по полу нельзя сортировать. Поэтому на других, так скажем, слабостях любителей дабстепа играть нельзя. То есть там, ну, в общем, на мой взгляд, это, да, это либо для каких-то инди-игр, либо для чего-то еще. Ну просто мы, поскольку в блоке дизайн сейчас с тобой находимся, у меня такая минутка аналитики вдруг внезапно всплыла в башке. Вот, поэтому myportfolio.com. Это пишите в комментариях, что вы думаете. Будете ли вы? Я больше чем уверен, что российский сегмент myportfolio.com будет очень маргинальным. И только у тех чуваков, которые просто как-то стремятся быть типа в тусовке дизайнеров. Мне кажется, я, может быть, из-за того, что я разработчик, мне кажется, свой сайт все равно прикольнее иметь. Больше контроля и вообще там, ну, это даже смешно обсуждать. Но это вот просто мое мнение, но наверняка. Мы, кстати, здесь будем еще говорить по поводу объема денег в рынке. И вот Squarespace, я не знаю, ты в курсе или нет, у них есть тоже свой конструктор. Но это, грубо говоря, международный Wix. Так вот, у них даже есть Squarespace Logo Creator, причем бесплатный. Можно прям взять и логотип свой выдумать. Так вот, у них 0,4% рынка, но его стоимость около 500 миллионов. А вот, например, у WordPress четверть рынка, но стоимость около 20 миллионов. То есть здесь не в количестве вопросов, а в платежеспособности аудитории. Поэтому, возможно, Adobe My Portfolio окажется, так скажем, нишевым продуктом по количеству людей, но вполне себе окупающимся и доходным, если считать, по количеству денег. Хотя я не знаю, как они будут считать с учетом того, что он бесплатен для подписчиков Adobe Creative Cloud. Может быть, для кого-то это будет поводом подписаться. Проплатить. Да, не знаю. В общем, вот так вот. Отлично, ты хорошо подвел. Что дальше? 13 предсказаний на 2017 год. Да, достаточно сложная тема. То есть прям вот очень сложный английский язык у чувака. Автор Чейси Бакли на Medium и статья. Его ник Чейси Бакли UX. То есть он прям себя мнит UXером. Здесь очень прикольная картинка. А я не знаю, какого хрена она вообще относится к теме. Видимо, из-за того, что предсказания типа будущие. И здесь просто какой-то неофутуризм. Так, вижу. Вот. Причем это чуть ли не Капитан Америка какой-то. Ну, хотя нет, здесь просто стандартный чувак. Знаешь, как в 80-е, как вот футуризм показывали. В таких плоских шлемах и так далее. Точнее, не плоских, гладеньких. И как у синтов в 4-м фулауче. Шлемы вот такие. Просто смотри. Вот видишь пузырь стеклянный справа, да? И там как будто щит Капитана Америки тонет. Знаешь, пополам такое. Ну да, это какая-то земля, расколотая наполовину. Короче, ладно. Тут реальный неофутуризм. И очень еще похоже на мультфильм «Тайна третьей планеты». То есть там примерно так же это все было. Зелебоба только не хватает. Да, кстати. Ну ладно, не будем на это отвлекаться. Для наших слушателей продолжим. И для зрителей в том числе. Цитата. Чтобы проектировать завтрашние экспириенсы, вы должны уже сейчас дизайнить сегодняшние взаимодействия. В общем, коряло звучит на русском языке, хотя я перевел как бы, ну, как есть. Но по-английски звучит прям одухотворяюще. Хочется сказать «Вау!» То есть надо смотреть в завтрашний день, реально. Ну, грубо говоря, если хочешь грамотно смотреть в завтрашний день, надо смотреть уже сегодня. Отлично. Нам говорят о том, что 2015-й нас научил тому, что UX дисциплинирует мир. И он реально, грубо говоря, из-за него, из-за того, что грамотно продуман UX, выстреливают некоторые проекты. Здесь не будут говорить о конкретных проектах. Здесь говорят, что есть такие UX-евангелисты. Тобиас Ван Шнайдер, Дженнифер Алдрих и Чейз Бакли, опять же. Кстати, сам про себя. Я уже даже не заметил, когда первый раз читал, что уже сам про себя. Так вот, он говорит, мне кажется, что недостаточно быть евангелистом, нужно быть... Или это в других... Нет, это здесь же, это здесь. Нужно быть... Не могу найти кем. Короче, скажет еще. Нужно именно насаждать UX для других людей. Не просто любить UX, а именно насаждать его в голову других людей, чтобы он прям распространился по всему месту. Да, типа того, нести в массу. Первое предсказание – это люди будут проектировать не только journey map, то есть, грубо говоря, как юзер путешествует по продукту, по сайту, по приложению и так далее. И, ну, это, грубо говоря, UX-юнит тестирование. Ты продумываешь все возможные варианты, как юзер действует, и под это проектируешь уже систему. То есть, ты такой думаешь, ага, юзеру может захотеться здесь этого, того, другого, он себя так поведет. Ну, и сам понимаешь, как mind map, только journey map это называется. И ты, грубо говоря, на этих journey map, ты даже и видишь, в какие моменты юзеров нужно направлять, где они заблуждаются, где их нужно направлять непосредственно к call to action, если угодно. Угу. То есть, к действию, как это… Ну, ну, короче, да, к конверсии, грубо говоря. Чтобы сконвертировать этого юзера, там, или в клиент, или в покупатель. Нужно делать еще и карты фейлов. Так. Короче, нужно прописывать, где у юзера могут случиться неудачи, так скажем. Именно UX-овые, не то, что он там форму не заполнил, хотя и это в том числе, это что же UX. Угу. То есть, все возможные варианты фейлов нужно предусмотреть и предотвратить, грубо говоря. Здесь сразу цитата Белла Гейтса. Очень круто праздновать успех, но гораздо важнее присматриваться к урокам неудач, грубо говоря. Ну, это очень правильно, знаешь, почему? Почему? Потому что, когда ты вот сам программируешь что-то, да, или даже дизайнишь, ты как бы сам для себя не видишь, сглаживаешь вот эти все свои огрехи. Естественно. Да, а когда ты начинаешь докапываться сам до своего, то есть, более, так скажем, критично смотреть на свой продукт, тогда ты уже и лучше его сделаешь, собственно. Причем это, возможно, уже и шизофрении попахивает, потому что вот лично мне очень сложно реально абстрагироваться от того, что я сделал этот продукт и прикопаться к нему. Даже не потому, что я такое говно, а потому что просто замыливается взгляд. И так вот получается. Ну, и здесь пишут, что большинство продуктов дизайнят для идеальных юзеров, а типа вот надо думать о неидеальных юзерах, которые там, ну, здесь старики сразу нарисованы. Ну, и здесь написано, что к 2017 году ровно половина мирового населения будет уже онлайн. И поэтому мы столкнемся с абсолютно разными категориями юзеров и по возрасту, по уровню подготовки и вообще по адекватности. Нужно все фейлы предусмотреть, чтобы лучше продумывать сценарии поведения. Микро-мини взаимодействие. Мы с тобой неоднократно говорили про микро-взаимодействие, и Чейз Бакли нам тоже пишет, что это прям, так скажем, красные нити по всему 2015-му проходило. Так, он ставит вторым пунктом, да? Да, кстати, он ставит вторым пунктом. То есть, грубо говоря, вот ты зашел на страницу, на какую-то страницу в Фейсбуке, именно, ну, типа паблика, да? И микро-взаимодействие будет твое подписаться. Так вот, сейчас мы должны углубить это и настолько спроектировать это микро-взаимодействие, что обратить внимание на микро-мини взаимодействие. То есть, здесь есть три примера, например. Микро-взаимодействие. Связать два девайса с помощью Bluetooth. Микро-мини взаимодействие. Включить Bluetooth. То есть, именно каждый клик, каждый тап нужно продумать, сделать его приятным для пользователя. То есть, каждое микро-мини взаимодействие предусмотреть, чтобы все микро-взаимодействие оказалось успешным. Понятно. То есть, все шаги расписать абсолютно. Конечно, конечно. И улучшить их. То есть, когда мы говорили с тобой про микро-взаимодействие, мы говорили о том, что нужно максимально приятно это юзеру показать или анимация какая-нибудь. И не бросать его нигде, ни в коем случае. Всегда его вести за ручку. То есть, если в какой-то момент ты нажал, и у тебя сервера долго приваливается, но сделай ты долгую анимацию. И юзеру не так сильно будет видно. И он не будет казаться, что его мамка бросила, и он не начнет плакать. То есть, не уйдет к конкуренту в нашем случае. То есть, это что касается микро-мини взаимодействия. Прикольно, да? Так, отлично. Третье. Еще большее повсеместное внедрение приложения о погоде. Вот не с хрена такое предсказание. Ну, короче говоря, он пишет, что 2015 был рекордным годом по погодным приложениям. И он предпочитает думать, что они только продолжат, так скажем, бомбить. Свой рост. Да, да. Я даже вот не знаю. Ты имеешь в виду, когда вас какой-нибудь клиент на сайте торговли, я не знаю, шубами, допустим, просит поставить погоду, допустим, виджет. Виджет погоды в сайт бар, да. Вы ставите его. Потому что вы на будущее предсказываются, что в 2017-м будет туда-сюда. Потому что будут тетки заходить смотреть, а когда минус 30, чтобы шубу купить? Ну, на самом деле хочется сейчас немного... Кстати, да, потому что в минус... А нет, когда плюс 30, потому что будут скидки большие. Когда жара, шубы сливают подешевле, потому что, чтобы хоть что-нибудь брали. Ну, так вот. И на самом деле хочется в научпоп сразу удариться о том, что нас же сейчас всех заботят проблемы глобального потепления. И на самом деле, ну, как бы можно сейчас в холиварную тему вступить по поводу того, насколько техногенные факторы, то бишь человеческие, влияют на это. На мой личный взгляд, не влияют. Потому что один вулкан Этна выделяет больше углекислого газа, чем мы за 30 тысяч лет. Ну, не за 30... Хорошо. Чем люди, все человечество там за 10 лет. То есть там просто на порядке значение различается. А вулкан Этна мы, к сожалению, контролировать не можем. Но, с другой стороны, мы сейчас вот на рубеже тех времен, когда реально климат меняется. Это мы никак не можем, так скажем, скрыть. И такие периоды были в истории вообще человечества. То есть это не новое. Это не то, что вот мы сейчас говним и все плохо. Нет. Но, может быть, из-за того, что такой период сейчас есть, более часто погоду смотрят. Спрос на погоду. Ну, то есть просто реально же там в Москве аномальное там тепло, а там дождь зимой. Дождь из газа, лед. Погодные дела. Так вот, четвертое это тренд. Тут написано «Жесты тамагочи». Но суть в том, я очень кратко по этой теме проведу, что в 2017, если не раньше, все, кто... Чуваки делают UX, они должны по своей работе, так скажем, дать пользователю ощущение, что за продуктом надо ухаживать. Прям суперчеловечности добавить в свои продукты. Либо за продуктом ухаживать, либо продукт должен ухаживать за пользователем, как за тамагочи. То есть реально очень трепетно смотреть на их фидбэк. Ну, то есть здесь вот жирным выделено, что как бы мы, дизайнеры, имеем, так сказать, получ... Ответственны за, так скажем... За тех, кого приручили. Да, да, за процессинг фидбэка, который к нам приходит. То есть надо прям вот это все смотреть и подстраиваться под пользователя, делать ему прям супер мягонький экспириенс. Hypnotic Feedback. Так. Я уже забыл, что... А, вибрирующий фидбэк, все вспомнил. Короче говоря, здесь нам говорят о том, что развиваются электроактивные полимеры, и вот они вибрируют тебе в ответ. Короче говоря. То есть суть в том, что ты жмешь на тачскрин, и в зависимости от того, что ты нажал, тебе могут разные тактильные ощущения приходить. И здесь хочется сразу как-то даже ужаснуться от того, что вот действительно ты можешь жать кнопку купить, и тебе такое приятное вибрации. Знаешь, ну, то есть есть же реально приятное взаимодействие, когда ты печатаешь, как на механических клавиатурах, и тебе отщелкивает в палец, и ты как бы это чувствуешь, у тебя в башке больше отпечатается, что ты реально печатаешь, и тебе хорошо. То есть это, конечно, не кнопка морфий в больнице, которая тебе вкалывает его и так далее, но тоже ничего. Так вот, и грубо говоря, ты жмешь purchase now, и тебе приятная вибрация по пальцу, такой, блин, прикольно, отлично ее заметили. А жмешь кнопку закрыть рекламу, и тебе опа, и как-нибудь колет, резко как-нибудь тыкает, даже, ну, то есть не до смешного ты хочешь, у тебя током прям хреначит, потому что ты, скорее всего, просто удалишь это приложение, или этот сайт закроешь. Ну, просто сам факт того, что будет, так скажем, Hypnotic, чтобы ты понимал, это скрещивание слова Haptic и Hypnotic. Haptic, видимо, тактильное, а Hypnotic гипнотическое. Ну, слушай, вот, допустим, на геймпаде я ожидаю, что в гонках мне начнет трясти геймпад. То есть я здесь могу так себя приучить, точнее, они меня приучат, что при закрытии рекламы мне будет вибрировать, я уже буду готов к этому. Да, но это не отменит того, что тебе все равно будет это неприятно. Ну да, да. Мозг у тебя будет получать реально неприятный сигнал, и каждый раз тебе будет хреново от рекламы закрытия. Угу. То есть вот, ну, нам не говорят же, что это прям открыли Америку, так скажем. Это именно, что в тачскринах такое должно быть. Так, отлично. Ну, не должно быть, а вот они предсказывают. Они. Чейз Бакли. Нелинейность. Здесь, так скажем, он говорит о том, что вот у юбера есть... У юбера? У юбера. У убера. Ну, это сервис такси, да. У них, типа, очень простой экспириенс. Хоп, показал, где ты, нажал, что я хочу машину, заплатил, все. Поставил звездочки водителя. Угу. Нельзя слишком просто делать экспириенс. Короче говоря, чем ты больше упрощаешь, тем меньше к тебе, грубо говоря, становится доверие. В какой-то момент. Угу. То есть, очевидно, что заполнить форму на двух страницах, это сложно. Если форма будет на полстраницы, будет круче, проще. Угу. Но если все будет слишком просто легко, кнопочку нажал, хоп, бабки списались, и у тебя остался какой-то осадок. Блин, что-то так просто. Вдруг меня обманули как-то. Угу. Ну вот, да. Здесь есть некоторая цитата, что, так скажем, хреново сделанные, хреново, нахрен. Команды, которые делают дерьмовый дизайн, делают тот UX, который пользователь просит. А хорошие команды, реально, делают тот UX, который ему пользователю нужен. Короче, пользователь сам не знает, что ему надо. Надо за него продумывать и так далее. Поэтому он лучше бы все-таки не так все просто был. Так. Не, все, в принципе, понятно. Чувак, который заполнит две страницы форм, он потом точно останется на вашем сайте. Ну да. Короче, важно здесь, так скажем... Не переусердствовать. Не переусердствовать. И здесь еще говорят о том, что слишком подробные гайды не нужны. Знаешь, бывает, откроешь приложение, и тебе надо опять этих проскролить. Чтобы, вот, Яндекс.Радио, это там такая-то хрень. Здесь можно слушать радио, здесь есть песенки, туда-сюда. Я надпять экранов проскролить, чтобы нажать начать работу. Вот это тоже не надо. Слишком вести его за ручку, это бесит. Юзер будет думать, а что ты тупой, что ли? Нет, я не тупой, я вроде как бы сам разберусь, поэтому вот да. Это было шестое предсказание. Их, я напоминаю, 13. Надо как-то пытаться быстрее сквозь них прорваться, потому что, ну, это реально сложно. Оптимизированная, интерстициальная. Я прям гуглил, и есть такое слово. Anxiety, неуютность, так скажем, беспокойство. Так. Короче говоря, нужно оптимизировать вот это интерстициальное беспокойство. В общем, суть в том, что между двумя какими-то действиями всегда есть некоторая пауза. Пауза — это напряжение. Особенно, если это действие покупка. Допустим, ты жмешь купить, и у тебя задержка сервером, там, полторы секунды. Тебя начинает уже хреначить немножко, так, кондрашечка подхватывает, что, а вдруг что-то сейчас не то, а вдруг не то, а вдруг другое. Но это, как бы, мы берем самый крайний случай. Не крайний случай, это просто перемещение между страницами, так скажем. Здесь вот если спуститься вниз, здесь есть, так скажем, анимация, кнопка cancel жмется. Если вдруг должно с сервера что-то долгое прилететь, ну, сделайте вы анимацию в 600 миллисекунд, как раз с сервера прилетит, и пользователь даже не заметит, что что-то летит. Ему будет казаться, что так и надо. То есть, ну, опять же, естественно, надо не переусердствовать, в зависимости от того, так скажем, что это за взаимодействие. Вдруг ты закрываешь рекламу. Ты такой, о, медленно закрываешь рекламу. Ты пока она закрывается, ты успеешь ее еще прочитать. Вот с этим, естественно, не стоит шутить. Восьмое предсказание. Вот, кстати, о чем я пытался в самом начале сказать. Миграция из дизайн евангелизма к дизайн прозалицизму. Короче, я загуглил. Прозалицизм или просалицизм. Ну, я не знаю, как по-русски. Короче, это стремление навязать свою хрень. Не агрессивное, а просто стремление, так скажем, конвертировать в свою веру. Так, хорошо. У меня сейчас сразу эпоха империи вторая вспомнит, где священниками можно в свой цвет окрашивать вражеских юнитов. Вот это процилицизм. Так вот, ну, здесь просто говорят о том, что надо... Нести в массы. Ну, типа того. Да-да-да. Я, конечно, мне нравится, что есть чуваки, которые прям задрачивают дизайн. Он говорит про дизайн евангелистов. И все, что они делают, это круто. То есть, так скажем, копится критическая масса хорошего дизайна в мире. Но если они будут дома под одеялом это делать, то это медленно будет расти. Поэтому вот он, например, своей статьей, он нам несет это в массы. Хороший UX. Он хочет, чтобы больше людей, которые в этом разбираются, несли это в массы. Такие крутые подкасты, например, как мы записывали. Ну, так вот. Девятый, Age Responsive Design. То, о чем я тоже пытался сказать вначале. Нужно возраста адаптивный дизайн делать. Возраст-то гибкий. Грубо говоря, ты заходишь на сайт, каким-то образом, ну, то есть, это же прогноз 2017 года, будет открытый API, возрастный API в браузере. С какого возраста пользователь заходит. И знаешь, грубо говоря, встроенный 18 плюс фильтр на сайте. Ну, фантазируем сейчас вместе с автором. Какой-то блок в сайтбаре не показывается для юзеров. А какой-то блок, например, показывается для стариков, какой-то только для детей. Ну, представь, да? Мне сейчас сразу из реальных примеров вспоминается, вот есть такой сайт, Kikest Torrents, да? Ну, торренты, торренты. Ну, международный трекер, на нем не надо регаться. Там есть, допустим, много областей рекламы, там, с боков и так далее. Если ты там ищешь какие-нибудь книги орилевские, то там реально, ну, реклама обычных вещей. Если вдруг ты случайно пусси какой-нибудь напишешь, тебе будет предупреждение. Чувак, ты стопудово пишешь пусси? Если ты нажмешь да, то там в местах рекламы уже совсем другая реклама будет. То есть это, грубо говоря, возрастный адаптивный дизайн. Ну, в том смысле, в котором они вот... Ну, тут ты сам вещь ты жмешь. Мне есть реально столько лет туда-сюда. Хотя, фактически, это то, о чем они говорят. Даже если этого не будет... На самом деле, если это будет прям снифиться как-то из браузера, это как-то жутковато, да? Не, я согласен. Это лучше, чем просто они бы сразу показывали все пусси, которые можно показать. Да, да. То есть, опять же, есть... Ну, хотя по местоположению это неинтересно. Это, так скажем, location responsive design. Здесь именно age responsive design. Но, в общем, суть в том, что вот каким-то образом мы имеем данные о возрасте пользователя. Ну, может быть, в соцсети смотрим их, опять же. Ну, я вот сейчас... Мне пришло в голову в хроме, если у тебя твой пользователь Зойдин, и у тебя же там есть информация о возрасте, если ты ее дал. Возможно, будет всплывуха прям. Хотите ли вы с сайтом medium.com поделиться своим возрастом, чтобы у вас был более, там, хороший experience? Если хочешь, то, хоп, у тебя сразу все в игрушечках. И он знает, на самом деле, что тебе надо. Или там интерфейс Fallout. Или в Pussy. Ну, или в Pussy, естественно, конечно. Поэтому, ну, вот тут сказано, что будет какая-то такая мета-дейта. Навигационное меню, кстати, будут даже разные. Здесь нам говорят. Не то, что реклама, а вот какие-то... Размер шрифта. Например, ты старик, тебе сразу хоп, 25 кегель. Ну, не кегель, а пиксель, 25 пикселей, или сколько там, 2 рема. Если, ну, хотя 25 пикселей, это не 2 рема, если дефолт на 16. Ну, ладно, неважно. Цветовые схемы тоже. Десятое предсказание. Цифровой дизайн доверия. Мы об этом уже говорили неоднократно в этом подкасте. Целые статьи прям говорили. Короче говоря, надо делать такой дизайн, чтобы доверие между тобой и системой росло. И, и между людьми в этой системе, если у тебя соцсеть, нужно уж прям создать такую соцсеть, чтобы пользователи друг другу прям доверяли. Я не представляю, как это возможно, но, как бы, можно, опять же, пофантазировать. Ну, здесь сказано, что большинство американцев, вот, например, не верят интернету. Ну, наверное, после всех скандалов с NSA сложно верить интернету. Здесь есть картиночка, прям жизнеутверждающая вещь. Двумя ниточками два, так скажем, человека в мире связаны через мизинчики. То есть они прям мирись-мирись, больше не дерись, и они верят друг другу, и все круто. Одиннадцатое предсказание. User Offboarding. Мое любимое, кстати, из всех. Грубо говоря, онбординг, это ваша посадка на борт, а оффбординг, когда вы сходите с борта, так скажем. Простой пример. Вот вы заходите на сайт eBay. Допустим, вы уже даже у вас зайдены. О, привет, Александр, вы там не были 10 дней, вы обычно смотрите какие-то категории, посмотрите, что нового в этих категориях. Вы обычно сидите и смотрите там бывшный MacBook, условно говоря, хотя это не так. И тебе хопа предлагает реально там, через 10 минут закончится вот такой-то лот у него там прикальный, туда-сюда. Заходишь туда, тебе еще покажут, а этот пользователь реально супер-трастед юзер, у него 25 миллионов звездочек, он крутой прям, супер-вау. В этот момент ты жмешь кнопку, все круто, ты покупаешь там, тебя сверкает туда-сюда. И после того, как ты ее нажал, купил, все. Тебя бросили. Знаешь, как вот... Тебе даже не сказали. Тебя как любовницу выставили за порог просто в какой-то момент. Или уехали от тебя. Даже телефон не дали. Даже, да, даже телефон не дали, даже не спросили, как дела тебе понравилось. Так вот, оффбординг, это тот самый экспириенс, который должен мягонько тебя выводить, так скажем, с борта. Вот знаешь, я на Air Berlin, если говорить про авиалинию, тебя, когда ты выходишь, бортпроводники стоят с большой корзинкой шоколадочек, и там шоколадочки в форме сердечек. И ты, когда по трапу уже спускаешься, ты прям берешь и ешь ее. It's a trap! И ты не просто хоп, и ты сразу на мороз вышел, та в три погоды, там ветер, стужа, говно, прическа, там все нормально. А ты выходишь и ешь шоколадочку, и ты все еще... Блин, прикольно, я летел, слушайте, даже не сильно там докучали своим сраным говном, маски выпадут сверху, сиденье снизу там, наденьте сначала на ребенка, потом на себя, вот это все дерьмо. Вот именно такой оффбординг момент будет у всех пользователей. Вот, например, если говорить о Treehouse, нашим, не нашим, к сожалению, но ресурсе по обучению, после того, как ты курс какой-то прошел, тебе на мыло, которое у тебя указано, пришел автоматически, конечно, но нотис, типа, вау, чувак, круто, что ты закончил этот курс или там этот этап курса, вообще там, напиши мне, ответь на это письмо, если тебе что-то там вопросы. Ну, короче, есть вот этот оффбординг экспириенс, когда ты уже вроде, уже от тебя получили все, что хотели, но тебе еще немножечко за руку ведут и говорят, ну вот, а теперь вот он, твой мир. И почему он назван Sunset Moments, грубо говоря, как в конце фильма. Фильм не просто обрывается после того, как все победили, а еще главные герои стоят, смотрят в закат, и ты такой спокойненько, вроде тебя... Представляешь, если просто они, ну все, пока, ну все, пока. Да, да, ну и вот, опа, и титры, все, смотрите следующую серию через два года, через год спин-офф, Rogue One, ну вот это все. Есть некий момент, когда Рэй и Люк протягивают друг другу световой меч, там, конечно, не закат, а, так скажем, гористая местность, остров, но тем не менее. В общем, об этом. 12, Brokered AI Networks. Brokered это посредники. Брокеры, по-русски, это посредник, на самом деле, чтобы вы понимали. Так вот, посредники между системами искусственного интеллекта. Так. Короче говоря, по умолчанию, Siri, там, Google Now и прочее говно, они не взаимодействуют никак. Вот надо сделать такие системы, которые будут мостиком между Siri и Google Now условным. И в Google Now, чтобы он тоже знал, как тебя зовут. То есть, ты же можешь спросить Siri, как Минзуна сказать, Alexander, вот таким голосом. Вот, чтобы Google Now тоже мог это сделать. Вот, то есть, мостики между системами искусственного интеллекта. То есть, никто не ожидает, что они прям будут супер гениальными, и это, но вот такие посредники API между ними должны какие-то быть. То есть, здесь вот об этом речь. И даже, я тоже не знаю, вот допустим, представь, у тебя есть одно мыло, и это у тебя и Google Аккаунт, и Apple Аккаунт. Вот, например, у меня так. Это, конечно, небезопасно, но тем не менее, у меня там двухфакторная авторизация есть, если что. Так вот, и у тебя через это мыло Siri знает, что у тебя на Google Плюсе ты выбрал светлую сторону силы, ну там, в оформлении YouTube, там, и всего такого. И она такая, блин, ты ж джедай, там, туда-сюда. Она тебя прикалывает? Вот, типа, такие штуки в 2017-м должны быть. И последнее, 13-е предсказание, текстильный дизайн. Короче говоря, расширение материал дизайна во всех остальных, так скажем, аспектах, здесь есть Jurassic World website в самом конце, если прояснешь, уже примерно так же. То есть, есть какая-то материя, и все, что поверх, оно, грубо говоря, в 3D-пространстве выдается, и ты прям, хочется, знаете, палец смочить и отогнуть какой-нибудь из них, там, посмотреть, а что там за динозавры, вот за Park Map. То есть, вот этот дизайн, он, из-за того, знаешь, это сразу вспоминаются фильмы типа Avatar, где они реально руками передвигают какие-то интерфейсы, которые в воздух, и они же их могут свопать местами, так скажем, один хоп, наперед вынести, второй, вот этот дизайн надо эмулировать, он понятен пользователю, потому что он приближает нас к реальности. Отлично. Фух. И третья тема по дизайну. Сколько мы в эфире? Мы уже 3-4 минуты в эфире. Третья тема по дизайну. Иллюстрации в вебе должны быть. И deconstructing the trend. Мы, как бы, очевидно уже об этом речь шла неоднократно. Мы, кстати, в эту неделю с Design Shack ни одной темы не затрагиваем, с сайта, на который Кэри Казин спишет. Оп, мы смотрим с веб-дизайна депо, а автор тоже она. Поэтому от нее не уйти. Не уйти. Она как война, никогда не меняется. Так вот, она говорит, что давайте заново подумаем, почему иллюстрации нужны в вебе. Вот мы забыли там в 2013 каком-нибудь это было с флэт-дизайном популярно, а вот надо опять. Ну и она здесь показывает нам разные примеры. Тут вот скутер, концепт студио, студио. Так вот, здесь я вот по точечкам буквально пройдусь, потому что на самом деле тема такая обширная. Но мне вот понравилось просто несколько, так скажем, тезисов. Первый тезис. Иллюстрации позволяют пользователям лучше себя представить так скажем, в атмосфере сцене. Знаешь почему? Потому что он не фокусируется на реальных людях. То есть даже вот там может быть иллюстрация чувака, и у него нет черт лица. Просто, знаешь, причесочка какая-то, и ты можешь, тебе проще представить, вот это я, это про меня, это я, этот чувак. Потому что там нету, там он злой, ну то есть там нет фотографий ниггера какого-нибудь. Прости, Господи. А там реальный просто чувак, и ты можешь себя с ним ассоциировать, и это больше, так скажем, эмпати, опять же. Вовлечение. Ну да, чувственность. Кажется, что тебя чувствуют, прям что вот это про тебя. Ну да, то есть кроме этого иллюстрации могут мешать реальность с иммагинейшн, с воображением. И мне сразу вспоминаются опенинги к фильмам Тарантино. То есть, грубо говоря, реальность, так скажем, ну вестерн, там рябь легкая такая, знаешь, как будто это видеокассета из 80-х. И вот эти вот, как краской, нарисованные там красным там в ролях там вот тот, тот, тот. И ты вроде бы представляешь, ну реальность, да, хоть она и несколько, так скажем, оторвана по временным рамкам, то есть это прошлое. И тут хоп, и как на бумаге комиксной прям бум нарисована таким большим красивым шрифтом, как мы вот неделю назад про типографские тренды говорили, что это рваный гранжевый шрифт. И тут им поверх прям написано, и ты такой думаешь, блин, прям сочетает несочетаемое. Вроде бы реальность, а вроде бы и, так скажем, сатира. И ты к фильму уже чуть-чуть по-другому относишься, ты уже не воспринимаешь, что это все реальность. А было ли это? А была ли история с Сэмюэлем Эль Джексоном в реальности, или он просто троллил этого генерала, потому что он был южным генералом, а не северным? Ну и все вот эти дела. Это мостик между реальностью и фантазией. И просто, когда все сугубо реалистично, сложно фантазировать. То есть нужно прям, так скажем, какие-то текстовки писать прям реально такие потусторонние, хочется сказать, в том смысле, что реально нет мира сего. А если ты это делаешь с помощью каких-то иллюстраций, или там знаешь, опять же, вроде реальность, и бум, как в комиксах такой газетно нарисованный, тебя это сразу немножечко вырывает из контекста, и можно добиться того стилистического оттенка, которого ты хочешь. В общем, вот я буквально пару таких вещей хотел отразить, просто мне показалось интересным. Дальше не будем в эту статью, ну ее нахрен. Да, но посмотрите, картинки-то крутые, на самом деле. Да, вообще читните, то есть мы же не зря и уважаемые слушатели, и уважаемые зрители, про слушатели не забываем, если вдруг у вас бомбануло, про это слово тоже не забываем. Так вот, вы читайте список тем, там круто на самом деле, то есть мы какие-то, понимаете, какие-то аспекты могут нам показаться главными в статьях, мы же через себя это пропускаем, а вдруг вам какие-то другие, вы напишите в комментариях о том, во-первых, о чем забываете писать в комментариях, а во-вторых, вот об этом, и скажите, блин, Никита, Санек, друзья мои, вы вот, почему на пятом пункте такой большой акцент, на мой взгляд, девятый пункт значительно более важен, и вот развейте эту тему, и у нас в комментариях даже какие-то дискуссии отдельные будут, я считаю, это прям имеет, так скажем, место в будущее, да. Согласен, перейдем к следующему, к следующей секции, которая у нас как бы под вопросом, бизнес, корпорации, мне нравится. Мы, да, мы пытаемся уменьшить, так скажем, количество новостей про деньги в нашем подкасте, в принципе, бизнес и корпорации, они же рядом, они как бы, согласен, Первая тема в бизнес, корпорации, у нас, рутрекер лишил правообладателей возможности закрывать раздачи, для кого-то это бизнес, для кого-то корпорация, так вот, рутрекер, тем не менее, да, вступил в, вступил в силу закон, о том, что заблокировать рутрекер на территории Российской Федерации, доступ к нему. Неделю назад у нас были еще вопросы, уже у нас, у нашего провайдера с Никитой не открывается. Да. Но, тем не менее, если зайти, как бы, допустим, через Тор, или, допустим, через какие-то плагины, то есть, обойти защиту. Гипотетически, мы ни к чему не призываем, конечно, но да. Если зайти, и вы, типа, вы из Британии, из Нидерландов, или из каких-то других стран, то там все работает, рутрекер на месте, по тому же старому адресу, и там есть сообщение на этом, на форуме появилось, на рутрекерах, что, уважаемые пользователи, так как нас заблокировали, мы теперь, во-первых, смело делитесь любыми ресурсами, которые можете, правообладатели теперь вам ничего не сделают, и все аккаунты правообладателей теперь стали, практически в тыкву превратились, они стали обычными пользователями. Да, да, хоп и юзер-роль. Знаешь, мне сразу вспоминаются какие-нибудь движки форумные, типа, в Булетин, или PHP BB, в которых просто ты из селекта, хоп, другую юзер-роль выбрал, и у тебя уже не суперадминистратор, а кусок говна, который комментировать даже не может. Ну вот, возможно, именно этим и занимались, в каждый аккаунт заходили, меняли юзер-роль, и теперь правообладатели ничего не смогут сделать с вашими раздачами, то есть, Universal не может, там, закрыть ваши Звездные войны, там, и так далее. А это же Universal? А, это же... Нет, это Disney. Disney, да, точно, Disney не сможет ничего сделать. Поэтому выкладывайте смело все, но у них пока еще некоторые сомнения по поводу старых раздач, то есть, открывать, не открывать, они обсуждают, думают, что делать. Они написали то, что... В смысле, сами, сами Рутрекер написали, что мы вот как бы шли на уступки с правообладателями, сотрудничали, но нас все равно заблокировали, поэтому давайте, мочите, можно все выкладывать. Да, там прям смело делитесь с восклицательным знаком написано. Да, поэтому у нас... Хочется спросить, митозом или миозом нам смело делиться? Причем у нас, это первая была новость с Geek Times, сейчас вторая новость про это же с Roam.ru. Я в пользу и случаем, вклинюсь между этим, если вы наш осознанный подписчик на ВКонтакте и весь контент прорабатываете через себя, Никита недавно шуточку посетил скрин из Твиттера, какой-то чувак писал Роскомнадзору, типа, блин, чуваки, спасибо вам, что я заблокировал рутрекер, наконец-то можно будет реально все пиратское скачивать. И он ему, и Роскомнадзор, знаешь, вот мне очень нравится такой тип поддержки, как ВК-поддержка, вот ты туда написал, вы там говно, там с матами, тебе так же с матами и ответили. А если написал, друзья, подскажите, пожалуйста, вот извините, я вас отрываю от дел, как вот мне, тебе так же любезно и ответят, да. Вот и Роскомнадзор, он так же ответил, типа, да не благодарите. Причем капсом, капсом. Да, 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 то есть, типа, смешно, ладно, извините. Ну, собственно, об этом же и новость на Роем, что, да, действительно, рутрекер заблокирует на территории РФ, и действительно, теперь все там выкладывают, в общем, там рассадник нелегального контента. Нелегальщина? Нелегальщина, пиратского контента. Вот. Сразу хочется вот эту вот картиночку снизу посмотреть. Теперь дискотека на Роем Трекер точка. Ну, действительно, дискотека среди задротов, опять же. То есть, мы видим здесь чувака в очках, это старый ведущий. Ну, это да, это суперстарый диктор, и это имеется в виду, что вот после программы время, а теперь дискотека там восьмидесятых, да, типа, последующие по программе, вот теперь, Роскомнадзор красавцы дали нам свежие рутрекеры, которые... В общем, кстати говоря, я так понимаю, что из-за блокировки не сильно упали у них посещения? У меня в Твиттере один из наших знакомых из Челябинска, Олег Мишин, Олег, если ты нас слышишь, привет. Так вот, он с лайф интернета статистику выложил, рутрекер до и после блокировки. Там, знаешь, вот реально, там 20 какой-то, восьмое что ли, января или двадцать седьмое, и вот сколько было до этого, восемьсот тысяч, вот так же восемьсот тысяч, вот просто ни на миллиметре график не различается. Я не знаю, Степа это, или как-нибудь там приваливается, не так, но я так думаю, так думаю, что рутрекер действительно давно же уже эти учения проводил, как там обходить и так далее, там сто кучи всяких нотисов было, и люди, которые реально этим пользуются, они стопудово, вот как ты, например, вот ты расскажи, Никита, что ты сделал. Я так же, я не парился, то есть можно, конечно, накатить тортом, и т.д. и т.п., а можно просто поставить плагин на хром, как там было написано, а там практически для всего, даже для Safari, по-моему, были плагины, и можно было просто поставить, и ты нажимаешь одну кнопку практически, и ты уже обходишь, а я теперь могу так не только Road Trigger обходить, я так могу много чего обходить. То есть, в принципе, Роскомнадзор напросились, они бы еще в ВК так заблочили, тогда бы все точно научились, и все, что они делают, еще бы больше маргинальным бредом осталось просто, и все. Все бы сразу начали метамфетамины варить, запрещенные в нашей стране вещества, надо оговориться сразу. Так вот, поэтому, поэтому да, я скажу свою легендарную фразу. Поэтому да, и в следующей новости у нас запрещенные вещества под названием Apple Devices. Так вот, следующая новость, правда, что число пользователей с телефонами и планшетами Apple впервые за три года упало после новогодних продаж. Кстати, статистика тоже с Live Internet.ru. Кстати, да. Причем, Live Internet.ru это случайно не Герман Клименко? Ой, слушай, я не готов ответить сейчас, я просто знаю, что Live Internet это вот этот каунтер со стрелочкой в бок, помнишь? Такой один из... это я помню. Ну, подожди, я сейчас посмотрю, где Герман Клименко до этого был. Ну, по-моему, у него какое-то просто общество там по развитию интернета. Сейчас-то он... Да, это Герман Клименко. Откуда ты знал? Это было у нас, это было у нас в новостях, но вот, короче, Герман Клименко лично на конкуляторе посчитал нам, что теперь за эти новогодние продажи, блин, iPhone уменьшился, а не увеличился, как обычно. То есть, вот у нас есть небольшая тут статистичка. Ну, то есть, давай так, количество людей, которые с этих девайсов заходят в интернеты. Да. То есть, может, они просто в ферме теперь все сидят в каких-нибудь... Может быть, они пьяные валялись. Да, то есть тут... Может быть, что-то, но в декабре, в декабре было, допустим, 11 миллионов... И пивом залили, пропили, все, я не знаю. Было 11 миллионов 792 тысяч в декабре 2015, а в январе 2016 11 миллионов 626, то есть, меньше реально, на 100 тысяч с чем-то, да? А обычно, обычно, наоборот, повышались, то есть, все покупали телефоны на Новый год, там, дарили, видимо, дешевле стоили все-таки телефоны в прошлом году, да? В процентном соотношении, кстати, чуть больше, на 0,2%, но в количественном реально меньше. В количественном меньше. Напишите... Что вообще, вот как ты думаешь, почему? Я думаю, не только, не только, но и из-за курса валют, конечно, да, что дороже, намного, да? Но оно давно уже дороже, и написано, что вот за этот очередную волну кризиса розничная цена пока не увеличилась, а крупнейшие магазины даже решили снизить цены. Но еще из-за притока, мне кажется, трубок на андроиде, вот множество всяких китайских трубок, которые позволяют нашим чувакам не покупать айфоны, а покупать всякую хрень, вот... Вообще, вот смотри, айпеды, айпеды снизились, если вот ты нижний график посмотришь, зеленые снизу, да, они прям вообще падают, они сильно падают, то есть это... А, собственно, это и в мире такая тенденция. Я бы посмотрел с другими планшетами, я думаю, все падают, то есть не только айпеды, если посмотреть рядом какой-нибудь... На самом деле, да, планшет это же довольно избыточный девайс, так скажем, то есть в принципе, ну ладно, вот, например, у меня батя полностью за планшетами, да у него компьютера нет. Ну да. Да, то есть у него телефон и планшет, из планшета он и читает, и играет, и интернет смотрит, и онлайн кинотеатр, и вообще все говно, то есть просто вот... А если у тебя есть ноутбук, если есть телефон... и то ты как бы мог купить планшет до этого, в 2013, так скажем, в жирные годы, просто потому, что чтобы там, знаешь, у тебя в одном углу ноутбук, и ты по квартире перемещаешь, берешь разное устройство, вот, а теперь так уже не очень получается жировать. И на самом деле, хочется вот сказать, что не все последствия сразу, так скажем, видны. Некоторые через год, вот был этот сильный кризис с 14 на 15, когда там цены скакнули в два раза. Вот сейчас начались отголоски, мне кажется, еще больше в жопу все покатится. И я как бы хочу прочитать, как у нас это в слаке озаглавлено, Apple падает. Так вот, если у вас Apple падает... Или что-нибудь другое падает, то это, во-первых, лечится, а во-вторых, переходим к следующей теме. Переходим к следующей теме. Чем это лечится? Тема называется «Порнуха для предпринимателей». Так вот, на самом деле, я так понял, тема, естественно, не о порно. Конечно, а тема о предпринимательстве и о том, как бы это сравнение с порнографией. Вот. Именно о порнографии предпринимательстве. Здесь именно, знаешь, вот есть метафора IT-порн. И там какой-нибудь коммутатор, в котором все патч-корды и все провода не ворак в кучу, а именно хоп, один к одному. Вот так аккуратно. Это нравится людям. Айтишникам это так нравится, как порн. Блин, круто. И вот здесь то же самое о том, что статьи о том, ну, давай, расскажем. а тут, собственно, статья практически для стартаперов. Да. Да, вот здесь есть несколько пунктов, по которым мы сейчас быстренько пройдемся. Первый пункт из грязи в князь. То есть, почти никогда из грязи в князь. Никогда вы не сможете быстро стать каким-то крутым чуваком, заработать бабки. Я фактуру скажу. Короче говоря, статья нам говорит о том, что прекратите писать вот эти статьи, когда там, чувак вдруг уволился с работы, хоп, у него стартап, и вот он уже в Таиланде сидит и только бабки считает. Да, да, да. Потому что это нахрен фантазии, так никогда не бывает. А теперь по пунктам. Ну вот, да. То есть, так быстро подниматься никто... Тут, кстати, Марк Цукерберг даже в первом пункте, хотя дальше будет про него же, опять же. Вот. Но так быстро не выстреливает никто. Никто. Тут написано, я так понимаю, что он как бы студент Гарварда, конечно, но если бы он им не был, то был ли бы он таким крутым? Хрен бы кто к нему нанялся. Здесь вот есть ссылочка Most Entrepreneurs. Большинство предпринимателей идут из среднего или высшего класса семей. То есть, у них уже есть преимущество перед обычными работягами. Если ты просто работяга из Куинса или из Гарлема, не дай бог, то хрен к тебе кто-то наименал. И гоняете мяч около колец. Да, то есть, не стучите мячом у колец. То, скорее всего, у вас не получится так сделать, даже если вы начитаетесь таких историй и так далее. То есть, это в большинстве своем, ну, кроме там каких-то других... Вот, например, Майкл Делл, он-то бросил институт. То есть, он Гарвард, конечно, не бросил. Но он-то пыхтел в гараже. Он один пыхтел к нему, то есть, просто он гений был и все. он собирал компьютер сам в гараже, там, или Сайчиро Кондо. Ну, вот тут написано, что он поступил в Гарвард, как минимум, чувак. То есть, не просто так, не хрен с горы. Так. Вот, дальше... Тебе не нужно быть фейсбуком. Вам не нужно быть фейсбуком, когда вы делаете свой бизнес. Во-первых, вам, как я понимаю, вам не надо ориентироваться на кого-то, то есть, допустим, на тот же фейсбук. То есть, как они быстро там подросли и так далее. Потому что иногда ты сидишь и вот у тебя уже год есть бизнес. И у тебя как бы он не так быстро растет, как фейсбук. Ты, почему-то? Блин, хоп, и по гугле все сжег, закрыл свою ошку, всех распустил и так далее. Не надо, как бы, так скажем, вестись на вот красивые сказки Биллион Доллар Дрим. Ну, кстати, про деньги. Дальше, следующий пункт. Money won't make you happy. И тут, нам здесь в пункте в этом говорит, что, а вы вообще подумайте, зачем вам много денег? Вот такой как бы философский вопрос. Это реально порно для предпринимателей. А зачем вам много денег? Вы подумайте, может быть, вы хотите как Билл Гейтс, допустим, как бы инвестировать во что-то. Зачем вам? Вы можете, как бы, конечно, ответить просто, что вы, я не знаю, будете зарабатывать бабу. ну, все, обычно все скажут, я хочу быть финансово независимым. Интересно, от кого? Возможно, от жены, я не знаю, от мужа. Но, опять же, здесь разговорят, а вы хотите, ладно, стал финансово независимым, ну, вот тебе 20 тысяч рублей в месяц, да, допустим, в Келябинске, да? вот, ну, как бы, да, а зачем вам там большие бабки, 75 тысяч баксов? То есть, в большинстве своем люди, которые до хрена зарабатывают не ради денег это делают, а просто им вот, они одержимы своей идеей, и они просто делают. Хотя, ну, есть такие люди, как Уоррен Баффет, которые портфельные инвесторы, они все-таки ради денег. Но, опять же, для них это спорт, возможно, уже, то есть, такое. Да, кстати, написано, что это, между прочим, научные, так скажем, исследования провели, что у людей, вот, люди становятся счастливее, когда у них до 75 тысяч долларов в год получается. А когда начинается получаться больше, они счастливее как-то обычно не становятся. Больше всяких кредитных тяжей, получается, больше страховок, больше, и вот ты только больше себя в кабалу за тебя. Ну, это мы Америку смотрим, да? Ну, да, здесь, ну, как бы, это же на techinasia.com. Да, я сомневаюсь, что они думали, что мы... 75 тысяч долларов, чтобы вы понимали, это зарплата средненького программиста, это даже не middle. Ну, хорошо, middle. Это такой нормальный middle. Сеньоры получают и по 150. В Америке. Ну, да, мы об этом говорим. У нас, к сожалению, нет. Ну, вот такая статья, вот такой вывод, как бы, про то, что вам надо иметь, конечно, мотивацию охрененную, вам надо соблюдать вот эти все пункты. Ну, здесь написано, что вообще, на самом деле, цель entrepreneur porn, порнографии, так скажем, для предпринимателей, она вообще, на самом деле, это делается для тех, кто уже предприниматель. Просто потешит самолюбие, а это про меня, а не про других. Да, то есть, вы сидите, сидите и думаете, блин, деньги не зарабатываются, хотя вы предприниматель, вы вас почитаете, и вам это действительно как-то. Короче, да, и в принципе, это и мотивация, но некоторых других людей, это только в уныние больше погружает, блин, это не про меня, что делать, плохо все. Ну все, можно переходить к следующему разделу, разработка. Да, статья с блога Яндекса, на хабре, 13 января, такая, подпро, тухленькая уже, но тем не менее. Угу. Лекция из школы, как же там, анализа данных, что ли, Яндексовской. Я сейчас скроллю, и там такой лонг вид, что просто охренеть. Ну я по верхам буквально, хотя, кого я обманываю, сейчас погрузимся на час, 53 минуты мы, кстати, уже в эфире, 54. Так, пожалуйста. Так вот, нам говорят о том, что просто есть лектор такой, Михаил Густакашин, он куратор академических программ Яндекса, директор Центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук в высшей школе экономики. Угу. Богомерзкое заведение совершенно. Пишите комментарии, если вы там учитесь, или отучились. Но оно просто предателей реально воспитывает, полностью ориентированных на запад и тупо на зарабатывание бабла ради бабла. Одумайтесь, после 75 тысяч баксов в год, скорее всего, вам хуже так и станет. Поэтому бросайте это все и идите к нам. Не работать ни хрена, да. Так вот, короче говоря, лекция о том, она называется «Разные языки программирования и их области применения». Казалось бы, знаешь, такая тема не то, что на один подкаст, а прям на целый год, на целый сезон подкастов. На целый курс обучающий. Ну да, но мы постараемся как-то сжато это все. Нам говорят, вот давайте начнем с истории языков программирования. Вообще, к концу этой статьи, если вы только начали эту тему сейчас слушать, по таймингу на нас переключились, уважаемые зрители. На iTunes-то по таймингу, к сожалению, нельзя переключиться. Так вот, на YouTube перешли по таймингу. В конце этой статьи вы четко определитесь, на каком языке программирования нужно программировать вот теперь. Так вот, начнем с истории. Раньше программы писались на перфокартах, то есть там или дырки вы проделывали, ну то есть вы дырки проделывали, там единички, нолики, это считывалось там то ли светом, то ли штырьками, в зависимости от девайса. Короче, для тех, кто любит делать дырки, в общем, это вы уже можете выбирать перфокарты. Да, так вот. Это было, короче говоря, муторно и сложно. То есть люди прям в день писали пять строк кода. То есть знаешь, есть сейчас такие вопросы часто, а как вот оценить продуктивность программиста? То есть там, смотрите, сколько он коммитит в неделю, смотрите, сколько строк кода в этих коммитах. Это все достаточно субъективные вещи. Даже сколько он задач в неделю решает, это субъективизм, потому что если там начать тестирование этих задач, то там могут столько багов возникнуть. Ну короче, реально, продуктивность, она вот, хрен ее поймешь. Ну так вот, продуктивность тех чуваков все-таки была низкой. Ну да. Потому что реально, ты вот сидишь, дырки выдавливаешь, и не дай бог ты не ту дырку выдавил. Ну это в силу технических именно каких-то причин. конечно, да. То есть именно поэтому профессия программист в тот момент была, ну просто досвидос, какая сложная. Потом появился ассемблер. Он, конечно, некоторый уровень абстракции вносил между нами и машиной, но все равно не очень сильный, потому что надо было заучивать регистры. И хоть вместо дырок ты выдавливал операции типа ADD, MOVE и так далее. Ну вспоминая, у нас в УЗИ с Никитой был ассемблер. Жуткое зрелище на самом деле, но тем не менее. MOVE AS собака, дата MOVE DS-AX, как сейчас помню. Нет, я тоже даже и это забыл. Ты мне сейчас напомни, мне хреново аж став. Так вот, ну там надо было тоже в башке много держать, что у меня, в каком регистре лежить, ну или на бумажке конспектировать. Короче, надо было думать как компьютер. Да, да, согласен. Знаешь, как, опять же, я уже в этом подкасте мы так говорили, в музыкалке, хотя это тебе должно быть видней, для меня это абстрактно, и в музыкалке не было, но я слышал, мне рассказывали, поговариваешь, что есть такой тема, вот вы сидите с меня, давайте послушаем тишину. И там, ну не то, что минута молчания, но сколько-то секунд ты просто очищаешь уши и потом уже начинается. Rock'n'roll! Я как-то сказал, да, какие-то там соляки из Pink Floyd начинаются, но нет. Так вот, и грубо говоря, это тоже сложно было, башку надо очищать, было там туда-сюда это все помнить, сложно. Это тогда, короче говоря, программисты прям вообще было до свидос такой профессии, как знаешь, ну реально, как шаман с бубном танцует, никто ни хрена не понимает, что происходит, да. Следующий раздел старый и мертвые языки, то есть языки, которые старые и уже на них не программируют. Одним из первых языков стал Fortran. Там в комментариях, между прочим, писали, это вот вы там со своим джаваскриптом там дом элементы передвигаете, а вот у нас, хотя может быть не у нас, там на аэрокосмическом все еще учат Fortran и это нормальная тема. Пишут, что современный Fortran довольно сильно отличается от того, который был в 50-х, 60-х, поэтому вот возьмем старый Fortran, это старый и мертвый язык. Хотя и на новом пишет только из-за того, что Legacy, что называется, вот просто куча суперкомпьютеров в NASA все еще реально на нем, так скажем, работают. Но надо признать, это сложный язык все равно. конечно, да, потому что даже если вы попытаетесь с ним что-то написать, вам будет очень неприятно, я вам гарантирую, говорит нам автор, я не могу запомнить лектора. Да можно подписаться в принципе под этим. Согласен, хотя мы и не пробовали. Есть еще языки, например, Кабол, и это реально прям язык для написания бизнес-привожений такой был. До сих пор на нем некоторые вещи написаны, написаны. Поэтому старые, но живые. Нет, это старые и мертвые. Это значение статистически малое, можно прям пренебречь, количество точнее. Хорошо. Вот. Есть еще один забавный в кавычках назывался Алгол. И на самом деле разница в основном в том, что Фортран он был в Штатах, а Алгол в Европе. Больших отличий нет. Так вот, старые ножевые языки, Basic, например, жутко старый язык, то есть прям вот давно он был, там уже 30 лет, но все еще пишут, на других интерпретациях, типа QBasic или там, знаешь, Visual Basic for Application в Microsoft Office ских продуктах. Он, конечно же, практически никакого отношения не имеет к Basic даже 89-го года, который был там тогда, хрен давно. Еще один есть язык Паскаль. Он известен в вузовских кругах, мы опять же с Никитой его учили, я и до вуза его учил, и в школе, и на курсах дополнительных. Кстати, вот написано, что в основном в России, в странах Советского Союза, бывшего. Короче говоря, язык придумали нормальный, его придумал ученый, теоретик, Вирт, и он реально думал, что круто, но потом фирма Борланд все забыдливо, добавила туда объекты, формочки, и, блин, нормальный язык превратили в говно. Ну, в смысле, они реально хреново это все имплементировали, и в результате за Паскалем сейчас тянется шлейф того, что это так, но... Ну, слушай, а, кстати, мне кажется, что, ну, ты говоришь, в России Паскаль, а, возможно, в Европе это Джава. Ну, здесь будет об этом, но, блин, Паскаль реально лет за 10 до Джавы появился. То есть, понятно, что, если ты имеешь в виду для обучения, да, то есть, я в Германии в школе учился, они на программировании на Джаве программируют. Если такую аналогию проводить, то да, все верно. После этого придумали Си. И его отличие от Паскаля было в том, что Паскаль придумал ученые, а Си придумали инженеры. Они, кстати, в Белл работали. Не в Белл, а в Белл. Си-то все еще существует. Причем, даже еще как существует. Здесь будет вывод автора, что, если вы хотите написать... Ну, короче, дойдем сейчас до этого. На Си писали реально такие... Оно вроде высокоуровневый язык, но все равно такая прослойка нормальная. была драйвера, можно было писать, или операционную систему. Так вот. И для математи... Да. Суть в чем? Это сейчас цитаты. Керниган и Ричи любили играть в игрушки астероид. Слетает космический корабль, тут есть астероиды, он в них стреляет, и они разваливаются на части. Игра была написана на ассемблере. О, ужас! И они взяли и решили переписать под новый компьютер на сях. Короче, вот так они его сделали. Это был основной язык в ЮНИКС, которая в то время, в 80-е, была еще более распространена, чем сейчас. Сейчас все сервера на ЮНИКС, и все было на ЮНИКС. Так вот. Короче говоря, Си появился вот в тот момент, и прям до сих пор это круто. Одна из... Языки из родом из 80-х, так называется, новый пункт. Одна из первых странностей был язык Си плюс плюс. Из ИКСи имеет огромное количество недостатков, ну просто вообще огромное, в скобках. На нем можно делать вообще все, в том числе стрелять себе в ногу, стрелять себе в ногу с выдумкой, в другую ногу, одной ногой стрелять, в другую ногу, в общем, что угодно делать. Короче говоря, из-за того, что там надо было размечать память, случались утечки некоторые. Забыл что-нибудь удалить, почистить, закрыть какой-нибудь процесс. У тебя вся память туда утекла, а тогда ее было не очень много, 5 мегабайт оперативки какой-нибудь, да какие, может быть даже 256 килобайт. Ну в общем, да, в Си плюс плюс сначала создавался как набор дополнений для Си, который облегчит разработку, то есть там даже не сразу появился шаблонизатор STL, про который много кто говорит, были просто там объектно-ориентированный подход и так далее. Короче говоря, совместимость была. 99% случаев компилировалась Си программа как Си плюс плюс нормально, но некоторые дыры так скажем закрывались, то есть реально было удобно. Так, но кроме того, кроме этого на Си плюс плюс и значительно больше других, так скажем, сложностей добавить. Короче говоря, прикольно, да не очень. Хорошо, хорошо, да не очень-то, как в сказках, да? Си плюс плюс, ну вот если говорить о шаблонизаторе, о шаблонах вот этих, не тот шаблонизатор, о котором мы подумали, как Blade шаблонизатор для PHP, это шаблон именно, так скажем алгоритмов, то есть сортировки можно было уже просто функции сорт вызывать, а не писать сортировку вручную, как бы это сделали на обычном Си. Так вот, следующий пункт скриптовые языки из 90-х. Perl, Python, PHP, Ruby. Которые все еще живут, между прочим. Да, конечно, ну как уже и Си, и Си плюс плюс, то есть мы уже совсем в мире живых находимся, и даже еще молодых, в среднем возрасте, так скажем. Пишут, ну автор нам говорит, что в принципе практически то же самое, все Perl, Python, nphp Ruby, и мы неоднократно это говорили, что эти языки по смыслу практически одинаковы, потому что они интерпретируемые, они не компилируются, и интерпретатор на лету к программу по строково, там, или по функционам, в зависимости от архитектуры, парсит и выполняет. Поэтому да. Perl отличался тем, что он был в основном для обработки текстов, но и до сих пор все регулярки, которые мы пишем и в PHP, и в JavaScript, они на Perl совместимые в синтексе, если пишется. Поэтому мы, как бы, его наследие живет в нас, даже вот в вас, дорогие слушатели и зрители. Были, возможно, зачаты PHP. Да, прям возможно. Какими декларами. PHP был зачат Perl. Ну ладно, здесь немного о другом. Короче говоря, здесь шуточки, любой набор символов написан и является корректной программой на Perl. Короче говоря, там все такими символами пишется, и в большинстве случаев программки тоже мелкие, потому что они утилитарный характер носят, как-то что-то обработать, поменять, все, программа на Perl. И очень часто даже рефакторингу не поддается, проще заново переписать просто и все. Но это очевидцы, я сам на Perl не писал. То есть это вот, я цитирую очевидцев. Так вот, появился в 90-х интернет, поэтому появилась нужда в языках, которые будут отдавать именно запросы с сервера к пользователю в виде статики или там в виде чего-то другого. И тут пишут, что PHP появился как бы случайно, то есть был чувак, я уже не помню, как его зовут, но был чувак, который просто на сях написал набор макросов, точнее он написал их для Perl, но они были похожи на C. Почему были похожи, потому что он на C умел писать. Там просто такой, знаешь, фарш получился. Назовал это Personal Homepage. Сокращенно получилось PHP. Теперь, конечно, уже его называют Hypertext Processor. Не Personal, наверное. Какой-то другой. Ну, не важно. Короче говоря, название осталось, но аббревиатуру уже поменяли. И он просто написал как шаблонизатор, так скажем, для страниц. То есть набор скриптов. Там даже не было ни if-ов, ни, ну, короче, ни циклов, неветвлений не было. Это не было полноценным языком программирования. В этом единственный минус PHP. У него не было первоначальной архитектуры. И до версии 4 он централизованно даже и не разрабатывался. Ну, разрабатывался, конечно, но тем не менее. То есть, ну, все вы все знаете про PHP. Мы неоднократно и в разговорах у экрана об этом говорили. И, в принципе, вы, наверное, читали. То есть, такое. Python и Ruby. Тут написано, Ruby сейчас менее популярен. Python как-то лучше выструган, в кавычках. Давайте о нем потом поговорим. Потом, кстати, он особо о нем и не поговорил. Может быть, в лекции было. Это, чтобы вы понимали, этот текст, это практически стенограмма видоса. Можете просто видос посмотреть, если у вас есть лишние 50 минут времени. После нашего подкаста, конечно. Лектор указывает на Perl, Python, PHP, Ruby. Сейчас можете, типа, на них писать и похрен. То есть, одинаково все, хотя на Perl я бы, конечно, не писал. Есть еще и компилируем языки из 90-х. То есть, неинтерпретируемые компилируемые и здесь выходит Java на арену. В чем была суть Java? В том, что она, ты пишешь программу, которая компилируется в J-Code, который потом интерпретируется уже на Java Virtual Machine, JVM. То есть, грубо говоря, ты пишешь промежуточную прогу, точнее, ты пишешь прогу, она компилируется в промежуточную хреновину, которая потом уже интерпретируется. За счет вот этой вот прослойки она тебе не даст скомпилировать именно, грубо говоря, и в C++ могли бы в компилятор такое подобное сделать, но не сделали. Дополнительная прослойка позволяет отсеять и утечки и прочее всякое говно, которое можно было сломать. Короче, тебе не даст сломать это все хрень. Потому что Java, Virtual Machine, это и не операционка напрямую. Отлично. Вот, то есть, да, здесь пишется о плюсах, так скажем, Java. Кстати, как появилось? связана с этим довольно забавная история. Как название появилось у этого языка? Программисты, они все время пьют кофе, в то время было модным пить кофе, который на острове Ява рос. Язык задумался как язык для встраиваемых приборов, в частности, для кофе-машины. Вот так и получилось название. Кстати, программы на Java, я сейчас, да, скажу, и ты скажешь, они переносимы. То есть, из-за того, что нужна Java Virtual Machine, можно хоть на телефоны, и знаешь, программки для старых Nokia, Siemens, первых цветных, они на Java и были написаны. Так это всегда установите Java, аплеты всякие. да, JAR, файлы вот эти и так далее, которые, ну, именно поэтому он очень переносим и универсален в какой-то степени. Так вот, еще появился C-Sharp, который, в принципе, вот с точки зрения лектора, практически то же самое, что Java. Просто вот один в один. Ну, слушай, да, окей, и пожи, эх, этим, нам-то, собственно, когда будет вывод, на чем именно программировать? А вот следующий пункт называется выбор языка в зависимости от задачи. Угу. То есть, низкоуровневое программирование лучше выбор C. Хотя пишут, что C++ для этого применяют, но вот почему-то автору считается, что C лучше. скажу, опять же, из практики. CodeKit, программа утилита для сборки проектов, которая на ОСТН. Если вот я, например, пользуюсь, в частности, вместо галпа, она написана на сях, прямо на чистых сях. Вот Брайан Джонс, который автор, он пишет, что вот прям все лучше всего для этого подходит, что там прям полный у тебя контроль. Знаешь, как очень похоже было на, так скажем, как на А-то слово, аргументы. Да, заговариваюсь уже, дорогие, дорогая, уже все, по полной заговариваюсь. Так вот, похоже на аргументы чуваков, которые за механику вместо автомата, говорят, что больше контроль. Так вот, поэтому C. В том числе есть OpenCL библиотеки, которые позволяют даже на видеокарте вычислять программы, которые на C написаны. Что касается веб-программирования, ну, я думаю, для наших слушателей OpenCL, в принципе, нормально, будут на видеокарте программировать. Вот Яндексовский, это не наши, так скажем, мнение нас может не совпадать с Яндексовским лектором, но он предпочитает думать, что почему бы и не писать на PHP. Действительно. Если про веб-программирование идет речь, то есть на стороне клиента JavaScript, а на стороне сервера PHP, почему бы и не. Отличная связка. Причем, и он пишет, все равно вы не пишите на чистом языке, пишите на фреймворках, поэтому просто выбирайте, грубо говоря, комьюнити, которая вам больше нравится, Python или PHP, где на вас, на чьих форумах на вас меньше наблюдили за вопрос, а как маршрут первый прокинуть на shop, слэш-шоп. Как вывести Hello World. Да, вот тот и выбираете. Что касается программирования для бизнеса, очевидно, что это Java, пишет, ну или на Дотнет, такие ситуации тоже в принципе бывают. Ну, как бы Java, она просто, ну, реально мультиплатформенная. Дотнет, хотя они там сейчас опенсорснули кусок Дотнета, и вообще они свою Visual Studio Code бла-бла-бла сделали и для Linux, и для OS X, но будем откровенны, это все равно Windows инфраструктура, и даже если ты такой на Mac решил писать Дотнет-привожение, все равно тебя прям будет воротить, как агента Смита от нашей расы. Так. Не нашей, их. Программирование для армии аэрокосмической отрасли. Вот он пишет, что вообще все подходит дерьмово. C++ не подходит, потому что слишком много способов убиться, и когда ты где-то в космосе, это не очень хорошо. Может быть на Java? Вроде там довольно надежно, все архитектура хороша, никаких диких типов, никаких выходов за пределы памяти лишних. Но нужно... А вдруг, типа, а допустим, наступил самый ответственный момент, а наша Java решила собрать мусор за нас. Нам нужно приземляться, тормозить, а она такая, нет, гарбич собирается. В общем, тоже не очень. Автор пишет, лектор. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы на Pascal писали эту программу. Я, конечно, не очень люблю Pascal, но как-то в таких вопросах было бы очень здорово. Почему-то про Fortran ни слова. Но я, на самом деле, предпочитаю думать, что лектор Яндекса бесконечно отдален от армии и аэрокосмической отрасли, ни хрена он не знает. И, возможно, пишет там все на сяк. Возможно. Ну, да. Здесь много разного всего написано про условия успеха конкретно языков разных программирования, конкретно. В общем, суть в том, что все делает комьюнити. И даже если вы возьмете сейчас и свой, напишите, но если не будет, так скажем, скажем метафорически, если раздела с вашим языком программирования не будет на стек оверфлова, то у вас ничего не получится. Я думаю, на этом надо закончить эту новость, потому что, ну, там есть еще какие-то выводы, но это смешно. Перейдем немного к практике. Так. Которую тоже полюбили наши подписчики. Как мне показалось. 22 супер CSS рецепта, так скажем. И первый из них blend modes. Ну, у нас есть про это даже отдельный видос. То есть, если вы только подключились на эту тему, у вас сейчас сразу подсказочка справа всплывет. Так. Так вот, что такое blend? Mixed Blend Mode Darken. Короче, как в фотошопе. Практически даже те же ключевые слова, посмотрите видос. В общем, грубо говоря, небольшие эффекты накладываются на ваше изображение. Причем, можно делать как background с изображением, так и текст какой-то фактически, который находится на странице с изображением. Ну, в общем, много разных вариантов. Можете посмотреть. Градиентные границы. Есть вполне такой себе хороший паттерн. То есть, вы делаете контейнерный элемент, делаете псевдоэлемент before у него с позицион абсолютом и с отступами по минус 10. Ну, вам, конечно, здесь в данном случае приходится вручную задавать его ширину. То есть, если у родителей 200 на 200, то у этого 220 на 220, чтобы получилась вот такая 10-ти пиксельная рамочка со всех сторон. И просто любой градиент присваиваете этой рамочке и все. То есть, хоть линейный градиент, хоть вот такой повторяющийся рваный, прикольный бордер получается с градиентом. Когда-то будет свойство border image лучше поддерживаться. И будет именно градиент принимать. Сейчас border image можно кинуть по нгшечку, которая так на 9 частей разделена, если я сейчас прям загуглю для наших уважаемых зрителей, чтобы просто показать, что я в теме. Так вот, вы вот такую штуку, пинжечку добавляете. Вот здесь, чтобы ты понимал, я загуглил border image и у меня здесь с вензелями такие рамки появились. Так. И он будет, так скажем, браузер разделять эту картинку на 9 частей и в углы делать вот углы, а вне углы делать вот те части, которые не угловые. А почему на 9 или на 8? Согласен, на 8. В центре он не берет никак. Ты как меня подловил. Ты все равно на 9 разделил. Ты не сможешь на 8 только разделить при всем моем уважении. Но да, да, согласен. Transition для Z-индекса. Он пишет, что он, автор, пишет нам, что это возможно. Оно, конечно, не очень, значение по шагам меняется, но хоп, ну здесь, собственно, гифка, она все поясняет. То есть, вы если меняете Z-индекс с Transition, то какие-то объекты выходят на передний план после каких-то взаимодействий. Значение Current Color. Про него давно уже говорили, причем, в основном, все примеры касаются SVG. То есть, вы пишете Fill Current Color, и он берет цвет, который присвоен у элемента, так скажем, родительского. Color Black. И делаешь Fill Current Color, и он тоже черный, короче, становится. Можно даже вот с бордером, то есть Color Black, а Border One Pixel Solid Current Color. Тоже Black сразу заменит. Причем, кроме этого, есть еще значение Initial. И Initial он тоже будет брать тот, который Color. То есть, грубо говоря, пишешь Border, там Border Color Initial, он тоже будет, из Color Black. Короче говоря, это такое. Это не то, чтобы хак. Я предпочитаю для таких дел препроцессор. Ну, то есть, правда, лучше это в переменных, по-моему, хранить, и уже насрать, как это в самом CSS будет. Позволит это вам две строки кода сэкономить? Не позволит, неважно. Это все равно фактические значения, и если вы это абстрагируете на уровне препроцессора, по-моему, это удобно. Object Fit. Это свойство, которое придет на смену Background Size Cover, например. То есть, оно позволит нам, здесь, собственно, есть пример, Cover, Contain, Fill, Scale, Down. Какую-то картиночку внутрь своего родителя как-то бэкграундную поместить. То есть, ну, знаешь, мне это напоминает возможность сменить обои на рабочем столе, либо размыть, замастить, там, уменьшить и так далее. То есть, вот, ну, Object Fit все еще работает, только в WebKit и в Firefox должны скоро добавить. Про Microsoft Edge почему-то ни слова. Стили для чекбоксов и радио баттонов. это старый хак. Дисплей нониш, сам чекбокс. И у лейбла, который перед ним, делаешь before элемент, который просто стилизуешь. То есть, тут даже не о чем говорить. Но они, саму галочку, они эмулируют Unicode-овским символом галочка. Чтоб ты понимал. Понятно. И тут нам пишут, что выглядит немножечко по-разному, что в CSS надо писать черточку 2713 код, а если в HTML, то это будет ampersand, как нам подсказали в комментариях к предыдущему иску, не ampersand, ampersand. Я даже не знал, что в русском языке тоже есть такое слово. Я думал, это, блин, английское слово и по-английски его произносил. Поэтому, простите, за, я даже не знаю, за недоразумение. Так вот, HTML на символ немного другой кода. Короче говоря, а радио баттон они делают, смотри как, у лейбла before тоже делают кругляшок, а внутри делают символ круг. А, ну понятно, заполненный круг. да, а чтобы сделать транзишн, они делают этот, font-size, увеличивают с нуля до 10 пикселей. И, грубо говоря, у тебя из маунинга точки большая получается. Извращение, CSS извращение, я бы сказал. но оно, оно прикольно, реально, то есть, может быть, кто-то не хочет JavaScript-овую библиотеку городить, можно сделать так. Оно, работать будет стопудово везде, Unicode поддерживается во всех браузерах, а транзишн, ну где поддерживается, там поддерживается. CSS каунтера следующая тема, на мой взгляд, совсем не тема. Я не знаю, где это все поддерживается, ну то есть, очевидно, что везде, но, блин, каунтеры на CSS, чё, рили, тут как бы можно счетчик какой-то использовать, ну-к, там гифка есть, которая показывает, как это все работает. Да, да, она показывает просто, это advanced counters, обычный, чтобы ты понимал, он просто считает лишка, если это третий, третий лишка в улке или в олке, то у него каунтер возвернет 3. Понятно. И это, в принципе, мне кажется, под капотом, упорядоченный список, который 1, 2, 3, так и реализован. То есть, мы просто в CSS можем получить, так скажем, то значение, которое есть. Ну, блин, нахрен бы это не надо было. Ну, вот advanced CSS counters еще куда не шло. То есть, ты выбираешь и в зависимости от того, сколько ты выбрал, у тебя total selected показывает. Но, блин, с учетом того, что в большинстве случаев тебе это потом или на сервер надо отправить в фарме, или как-то еще по-другому процессить. Тебе лучше это все равно в JavaScript иметь, поэтому нахрена тебе это делать на чистом CSS. Вот сценария, в которых этот чисто презентационно играет роль и не несет никаких последующих взаимодействий, их практически ничтожно мало, поэтому говно. Непонятно, зачем это надо. Иконка меню без изображений. Первый вариант тени. Box shadow с отступами. Ну, это тоже давно уже было. Второй градиент. Тоже давно было. Причем, вот это чуть ли не у дизайн-мода в каком-то продукте было, то есть, прям я видел. Третье UTF-8. То есть, в Unicode есть просто символ гамбургер icon. Я предпочитаю для этого использовать все равно из видео. К нему больше доступа. То есть, здесь вы можете его и анимировать, из гамбургера иконки хоп, в крестик превратить. Можете цветами играться. Знаешь, опять же, если говорить о микро-мини взаимодействиях, вот находится у тебя пользователь на странице и 30 секунд ничего не трогает. Ты хоп, сделал гамбургер icon, чтобы мигнул или увеличился как-нибудь по-прикольному. Или у него хоп и блик такой какой-нибудь. Вот. А на SVG это сделать проще, чем... Вот что ты с тенями сделаешь? Тени будешь увеличивать, что ли? Это долго, много перерисовок там и так далее. Не очень хорошо по производительности. Следующий пункт Add Supports. Вот это правило, как Add Media для медиазапросов. Здесь есть Supports. Если браузер поддерживает такую-то хрень, то такой-то класс применить и какие-то свойства. Допустим, Display Flex. На мой взгляд, JavaScript и решение более Bulletproof, так скажем. То есть, прямо они везде. Потому что не все браузеры support Add Supports, что хочется так сказать. Поэтому лучше через Modernizer. Visibility visible, но это старая тема, что если вы у родителей сделаете visibility hidden, а у так скажем потомка сделать visibility visible, потомок все равно будет виден. Ну, блин, это и... Ну, не знаю, для меня почему-то очевидно. То есть, как для многих... Вот мы про Z-Index неделю назад с тобой рассматривали, многие в комментариях пишали, ну а чё, это же как бы очевидно. Как и со специфичностью. Ты просто как бы помнишь контекст, и вот ты из контекста выпрыгнуть... Ну, короче, для меня вот это тоже было довольно-таки очевидно. Пишите в комментариях, как для вас. Position sticky это хрень, которая работает пока только в Mozilla и в Safari. Ну, вот ты сам видишь. При скроллинге он хоп становится фиксид, а если не скроллится, то не фиксид. Ждём, пока будет доступно в WebKit, хотя... Точнее, не в WebKit, а в Chrome. Мне, знаешь, примета народная. Если очень долго что-то в Chrome не поддерживается, то потом так на нет всё это исходит. Ну да, в принципе. Посмотрим, сойдёт ли на нет Position sticky. New Dimensions, новые... Блин, забыл. пространство. Угу. Да, короче говоря, эти... CSS Unity. Единицы измерения. Viewport Width, Viewport Height, минимум, максимум. Короче говоря, в единицах измерения относительных Viewport измерять текст или контейнеры. Всё супер такое fluid, жидкое получается. Адаптивное, но на мой взгляд могут... Ну, здесь конкретный текст показан. Мне кажется, могут какие-то баги с рендерингом быть, со сглаживанием и не так всё круто будет. Хотя, может быть, я просто скептик в этом вопросе. Ну, здесь, что для Е9 не очень работает. iOS 7 даже есть несколько багов с Viewport Height. Ну, не знаю. Я не использовал и как-то вот не очень хочу. Text Decorations. We can change Text Selection. Короче, вот то, что я сейчас выделил. Здесь выделил. Ну, ты понял, да, что я выделил? Здесь синий цвет. Вот это можно кастомизировать. Тоже давно уже очень можно было. Для Mozilla по-прежнему нужен префикс. Так, ну, тут буквально чуть-чуть осталось. Block Scroll on Touch Devices. Если вдруг вам нужно, чтобы скроллинг работал, как вот в Overflow Scroll, только внутри конкретного элемента, на тачах иногда не работало, вся страница скролилась, есть свойство WebKit Overflow Scrolling Touch. Я, кстати, не знал. Полезная штука, иногда нужна. Вот, следующий хак очень полезен и нужен, но я думаю, его все верстальщики знают. Если добавить Transform Translate Z 0, то будет ускорение с помощью GPU, если вы на компьютере, или с помощью... Короче говоря, быстрее будет по производительности работать, пока свойства Will Change еще не везде имплементированы. Translate Z Hack поможет вам в тех свойствах, когда вы трансформите какой-нибудь Opacity или что-то еще, что реально ускоряется с помощью железа. Классы Unicode, ну мы с тобой уже говорили, то есть можно прям точка сердечка делать, такой класс. Мне нравится здесь точка сербомол. Да, точка Советский Союз. Отличный класс, я считаю. Это, кстати, знаешь, многие люди, разработчики любят такие пасхалки в коде оставлять, то есть это же никто не увидит и вот именно какой-нибудь красный блок там вот хоп, класс, сербомол. Прикольно, прикольно. Мне как-то, я вот до того, как ты мне сказал про сербомол, я скептически, а теперь хочется даже и попробовать. Вертикальные марганы в процентах, помните все, что проценты всегда высчитываются относительно ширины и даже если вы вертикальный марган делаете 25 процентов и думаете, что он будет от высоты, хрен-то там. Марганы для кнопок в Firefox коряво работают, если вы обнуляете padding 0, в Firefox надо обнулять через Moz Focus Inner. Ну такой тоже, это не столько хак, сколько баг, я бы даже сказал. Но вот пока так. Color плюс border, border color. Это то, о чем я говорил. Даже если не писать в border red заново, он по умолчанию заберет цвет из текстового свойства. и бонус for oldies для старичков. Если вам нужно поддерживать E7, можете с помощью смайлика вот такие штуки делать. Все остальные браузеры подумают, что это бред, а E он после двоеточия парсит, поэтому background pink сработает только в E. Вау. И бонус for oldies, я думаю, даже не для старичков-разработчиков, что ты такой смотришь, а точно, помню, как в 2005 он так делал, а для старичков, кто все еще на E7 заходит, у них розовенькое все будет. Ну да. Прикольно, да, это бонусом называется теперь. Ладно, перейдем к следующему блоку. Ты хочешь сказать к следующему блоку? Моя следующая тема это мостик к следующему блоку, потому что новая фича в CodePen и JavaScript консоль. Не знаю, что сказать, в CodePen теперь есть JavaScript консоль, чтобы не делать alt-command-i в моем случае на Safari или там command-shift-i. Не знаю, я не знаю, как на в Chrome это делается. Короче, чтобы не вызывать консоль, может прям в CodePen смотреть. То есть прям там пишешь, как обычно, алертишь, что надо. Хоть что, консоль логаешь, алертишь, хоть... Ну, короче говоря, используется как консоль полноценная, чтобы не сворачивать, не разворачивать. А почему это мостик? Потому что CodePen это уже, так скажем, социальная структура. Да, и мы переходим к разделу соцки. Да, про который у нас неоднократно спрашивают, что же это значит. Все за соцки, так вот соцки, про социальные сети немножко поговорим. Первая, уже ставшая социальной сетью Unsplash, обзавелась неким репозиторием на GitHub, в котором лежит как бы, как бы, как сказать, модуль для Slack. Модуль интеграции, наверное, так и скажем. Да, то есть в Slack'е с помощью вот этой хрени, которая лежит на GitHub'е, да, можно будет вызывать фотки с Unsplash'а. Просто пишите слэш-фото, фан, слэш-фото, гада, слэш-фото, Violet, Кау, Кау мне понравилось. Он по тегам, да, наверное, ищет? я думаю, он ищет по тегам и, скорее всего, рандомит потом какую-то фотку. Причем, здесь подписывается, чья это фото-байш кто. Можно сразу перейти на ссылочку нажать и посмотреть. В принципе, прикольная хрень. Да, вообще же Unsplash, он на том и основан, что, грубо говоря, ценить фотографов. Ну и, кстати, хочется сказать, что мне это сразу ботов телеграммских, напомню. Кстати, да. То есть, слэк немного телеграммизирует. Или миркализирует. Ну да, да, тут через слэши, в телеграмме это через собаку сейчас эти инлайн-боты делаются. Кстати, пользуясь случаем, приглашаем вас в наш телеграмм-чатик. В наширк-чатик. Да, в наширк-чатик, который мы на ВПС-ке своей хосте на френоде. Так вот, пишите в личку мне и а мы перейдем дальше. Опять же, говоря про Ирк, мы перейдем в глубину взбуб.ком в ресурс, который нам пишет про то, что Google активно борется с пиратским контентом, даже с тем, который таковым не является. Оказывается, оказывается, что Google начал сильно заниматься русскими торрентами. Конкретно русскими. Вот чуваки, Роман Волков, например, он один из первых заметил, что ужесточилась ситуация среди торрент-трекеров, Расскажи администратором какого сайта является Роман Волков. Он является администратором сайта торрент-база.нет Торрент-база. Да. И он там держит свою базу. И вот он попробовал и ввел, собственно, торрент-база.нет, допустим, в Google. Ему вообще вывела хрен что, там стена ВКонтакте, всякий бред. А если он был в Яндексе, хоп, и его вот торрент-база, бородач, конкретно, раздача бородача 2016, скачает торрент в хорошем качестве бесплатно, без смс-регистрации, вот он первый. То есть, он понимает, что, во-первых, вообще вытащили из аранжирования, как я понимаю. не то, что даже на первом месте, он вообще себя не может найти. Пусть надеется, чтобы хотя бы, хотя подожди, чуть ли не весь сайт, наверное, вытащили. Вытащили весь сайт, да. Я хотел сказать, вдруг именно бородач Google не понравился, как бы это вот именно пиратский сериал какой-то, а может какую-нибудь просто бесплатную, так скажем, программу не будут блочить. Наверное, Google просто весь сайт пессимизирует, до свидос. Ну вот, подобные ситуации наблюдались и ранее, в конце 2012-х. В сети появились мошенники, которые злоупотребляют новым алгоритмом от Google. То есть, здесь пишут, что еще очень много спама насчет вот нарушения закона баторских прав приходит в Google. И они там, понимаешь, сейчас разгребают это все дерьмо. И, возможно, торрент базы и бородач, собственно, немножко оказались там. Короче говоря, Google жестит. Я, кстати, не знаю, как с рутерекером. Пока есть, нет. В принципе, я думаю, если гуглить, он будет в Google. Сейчас я пущу рутерекер. Ну, ты пока можешь переходить к следующей теме, я здесь пишу. Да, а я перейду к следующей теме. Блин, я не загуглил, а перехожу на рутерекер. Ну, кстати, не переходит. То есть, я здесь даже и не шучу с вами. Следующая тема тоже за сбу, кстати, забегая вперед. Туда гуглиться там? Работает рутерекер.org. Ну, в смысле, есть в гугле, но ссылка не работает. Причем, на втором месте сайт доступ-рутерекер.org. А. И там прям написано, как к нему доступиться. Ну, ладно, не будем отвлекаться. Отлично. Так вот, со сбу последующая новость, опять же, ВКонтакте готовит еще одну соцсеть на Снепстер. Так вот, фото приложение, про которое мы уже говорили, Снепстер, которое, типа, должно было бороться с Инстаграмом. И со Снепчетом. И со Снепчетом, да. Которое берет многие ресурсы, собственно, с самого ВКонтакте и постит, опять же, и на ВКонтакте, и на Снепстер. Вот. Оно, я так понимаю, отделяется от ВКонтакте немного. Ну, они хотят прям его в полноценную выделить отдельную социальную сеть. в отдельную социальную сеть, в которой будут некие сообщества, то есть, вот, аналог сообщества ВКонтакте, собственно, фотокомнаты некие. Мне понравилось, что фотокомнаты. Вот. Здесь написано о том, что ранее ВКонтакте тоже пытались сторонние сервисы запускать, типа, там, в штате, в кадре. Я первый раз слышу. Тоже первый раз слышу. Видимо, сильно накрылись очень быстро. Вот. Снепстер, оказывается, внизу написано, мы немножко проверили, скорее всего, какой-то бред, но тем не менее, снепстер в 2015 было выбрано Apple как приложение, приложение года на iOS. Но, ну, как бы, может быть, в российском сегменте, только в... не знаю. В общем, короче, нам это странно, напишите, скорее всего, какой-нибудь, я не знаю, я даже не знаю, какое приложение, какие-нибудь бредусы, знаешь, вот там есть всякие игры, вот, вот я думаю, вот такое было приложение, а как бы вот снепстер, мало про него слышно, кто пользуется, напишите, близик. Да вообще, напишите еще и почему вы им пользуетесь, просто интересно даже. Да. А это, кстати, все слухи, то есть написано, что пресс-служба ВКонтакте вообще отказалась от комментариев, пошли в жопу, сказали. Давай, коротенький блок про WordPress. Да, блок про WordPress сегодня одной новостью ограничивается, ничего не происходит в мире. Ну только какие-то шизофреники, я так понимаю, пишут, знайди на медиуме. Да, да, например, Джейсон Гоуэнс, он написал статью гений WordPress и почему он обречен, why it's doomed. Так вот, вообще, типа, WordPress питает, на данный момент, мне так нравится, когда Power питает 25% интернета, запитал. Да, и 59% всего CMS нового рынка. Тут сразу сейчас супер цифры. 40 тысяч плагинов, 10 тысяч тем, сотни тысячи WordPress разработчиков, там, VP Engine, самый крупный WordPress хостинг, поднял 41 миллион долларов за, я даже не знаю, ну, видимо, за год. На 2012 год там уже более 70 миллионов сайтов хостится на WordPress.com, 45 миллионов в год. И, ну, короче говоря, супер цифры, бла-бла-бла, охренеть, казалось бы. Но, а давайте посмотрим на Squarespace. Ну, мы уже в какой-то теме, я сегодня об этом сказал. Процент рынка 0,4%, но 78 миллионов собрано, это больше, чем у Automatik практически, грубо говоря. И сама стоимость компании больше 500 миллионов, а у Automatik больше 1 миллиарда. В том смысле, что довольно-таки сопоставимые цифры по бабкам, ну, как будто в два раза отличаются, да, но несопоставимые по шееру, то есть WordPress 25%, а здесь 0,4%. Ну, нужно, конечно, сказать, что, блин, Squarespace это коммерческий проект, да, ориентированный на, так скажем, сегмент платежеспособных людей, которые себе на конструкторе делают красивый сайт. Ну, в принципе, ориентирован на монетизацию отличает WordPress. Да, а WordPress там только, только WordPress.com монетизируем, и на самом деле он как бы не является основным, так скажем, источником сайтов, хотя 70 миллионов сайтов на WordPress.com. Так. Так вот, и он пишет, типа, самое главное, что он даже не Squarespace, не на Squarespace хочет обратить внимание, а на GitHub Pages. М-м-м. А вот GitHub Pages очень сильно растет здесь, как ты видишь, график с 2012-го. М-м. И типа, все теперь идет в статические сайтовые генераторы, что нахрен никому не нужны CMS-ки, что даже девелоперы все уйдут на статику, что просто GitHub Pages это супер вау. Да, реально. И пишет, что даже вот WordPress, когда на WordPress.com сделали Calypso, админку, она там типа статическая. Хотя, какая хрен разница, статическая она или нет, она с сервера, блин, прилетает. То, что она тут рендерится на клиенте с помощью React'а, это не значит, что она с нодом не взаимодействует, она взаимодействует точно так же с серваком. Я не знаю, почему это статика для него считается. Это немного не то, что GitHub Pages, но вот чувак так предпочитает думать. И он вот хвалит WordPress за то, что вот Calypso молодцы сделали, вот чуть-чуть в сторону статика. Он еще капсом это прям пишет. То есть он городской сумасшедший, я бы прям сказал. И вот круто, что WordPress переходит на JavaScript от сраного PHP и на GitHub от сраного SVN. И вообще PHP-шники очнитесь, учите уже другой язык, вы там все умрете и там говно. Чувак еще больше предсказывает это, чем еще больше ванга, чем в нашей второй статье про 13 предсказаний. И он еще пишет здесь порт с постскриптом. Когда я только написал пост, я написал в WordPress без заглавной буквы P. То есть просто с одной заглавной даблой. Но типа я сначала решил оставить что до хрена у людей бомбануло и он везде исправил. Короче говоря, его видимо захейтили здесь очень сильно. За минусили на медиуме. Да, ну, короче говоря, смешно. То есть вот такие люди здесь есть. Первый комментарий, точнее самый комментарий, который сам автор отметил, что PHP движется в сторону Java. Ну и здесь я так понимаю пессимистичная статья о том, что все плохо. Возможно. Хотя я не очень вижу. здесь Java растет. Ну, короче, бред, бред и бредом погоняет. Давай перейдем к следующему. Перейдем к следующему. Даже к следующему блоку, который как бы вот из космоса этого чувака переносит нас в настоящий космос. Реально, мы улетаем реально. В новом разделе космос, который мы чуть-чуть вот просто экспериментально наш раздел, который может вам понравиться, не понравиться, пишите в комментариях. Технически уже в два раза в подкастах об этом говорили, но тут мы прям заявляем, не боясь этого. Космос. Немножко пробежимся по новостям. Так вот, капсул Dragon от SpaceX успешно протестирована, вот кто не знает. Мы уже говорили о том, что Илон Маск делает всякие штуки и финансирует всякие космические, опять же, полеты, и вот они делают теперь капсулу Dragon 2, которые смогут сами садиться легко. Вот они здесь тестируют, есть небольшое видео, как капсула маленькая, на которой как раз будут находиться, я так понимаю, именно космонавты, то есть не основная ракета, не то, что будет лететь. Ну, короче, не ракеты-носители, а именно то, чтобы отделяться. Кабины, короче. Кабина, реально. Вот, кабина здесь тестируется, она реально парит спокойно над землей, то есть не проблема, будет ее потом посадить. Это первая небольшая статья. Следующая, причем, я так понимаю, на Falcon 9 они хотят. Dragon 2. Да, просто как бы разработка ракеты-носителей это не хрен собачий, это самое основное, поскольку они Falcon 9 разработали, сейчас вовсю тестируют его, так скажем, собственно, об этом следующая новость, да, как она может сесть обратно, я имею ввиду, первая ступень Falcon 9, поэтому, я думаю, большинство следующих капсул будут на ней возить. Ну вот и следующая как раз статья, взгляд специалиста, нашего российского, надо подчеркнуть, специалиста, на посадку Falcon 9. Большая статья, достаточно посмотреть обязательно, в чем прикол посмотреть статью самому, потому что здесь есть фоточки, если вы не посмотрите фоточки, нихрена не поймете. И видосик. Тут прикольно. Мы к слушателям тоже обращаемся, зрители так фоточки могут увидеть. В общем, здесь Павел Пушкин, заместитель руководителя проекта исследовательского центра в губки. Короче, вообще шарит чувак в ракетах. Смотрит реально, как выглядит ракета после посадки Falcon 9. Вот. И на фоточках он размышляет, что вот, типа, посадили. На самом деле, здесь надо сильно смотреть. Вот он смотрит. Посмотрим фото сразу после посадки. На фото видно, что ступень стоит ровно. Потеря устойчивости или искривление оболочки баков не произошло. Цельная ракета, нормальная. На первый взгляд, все очень красиво и цело. Похоже на обслуживание самолета между посадками. Правда, ступень немного закоптилась. И вот он дальше будет очень сильно смотреть на вот эту закопченность. Ну, видишь, там же все время у них проблемы с топливами и с повторным использованием двигателя. То есть, как можно ли в тот же двигатель заново заливать там топливо, не меняв масло, так скажем, и так далее. То есть, надо ли какие-то вот эти работы производить, и они довольно дорогостоящие. То есть, кроме того, что, ну, как бы сами трубки, так скажем, трубы не надо делать, там вот с топливами тоже, так скажем, есть загвоздочка. Хочется сразу вспомнить ролик Элона Маска в Инстаграме или где там, где они пытались тоже Falcon 9 первую ступень посадить на баржу, то есть, на плавающую хрень, и у них не получилось. Там он сел и сразу одна из подпорок отвалилась. И сразу, ну, сразу смешно читать, что ступень стоит ровно, потерю устойчивости или искремления не произошло, потому что недавно-то оно все-таки происходило. Ну вот, и переносимся на утро, то есть, всю ночь спали, нормально отдыхали, утром, самое главное, положить ее на транспортный агрегат, надо же как-то транспортировать саму-то ракету, она не полетит до дому сама. Как ты думаешь, почему до утра ждали? Просто, чтобы светло было или чтобы остыло? Чтобы остыло, я думаю, как минимум, потому что можно обжечься бы вот на транспортный агрегат и отвезти в ангар для дальнейших работ. Тут было интересно, что SpaceX будет делать с посадочными опорами, ну, в конце он показывает, что они сняли спокойно все, показывают, как вот эту хрень длинную транспортируют спокойненько, причем, ты посмотри, сколько там колес, это разрушители легенд должны проверять что-нибудь на этой хрени. Там, причем, как у классических фур, если ты приближешь, половина колес подняты. Да, да, да. То есть они типа запасные какие-то. Они запасные. Представляешь чуваку, который вот водитель, вот с ракетой едешь? У него категория FS, у него фура Space. У него бомбит пукан для наших слушателей. Да, возможно. Вот, на этой фотографии мы видим ступень уложена на транспортный агрегат без посадочных опор. В таком виде ее завезли в ангар для дальнейших работ. Вот, собственно, она в ангаре. И, кстати, уже в ангаре, уже на этой фотографии видно, что у нее все сопла черные. И вот мы дальше это, он будет дальше это смотреть. Все, значит, бросается в глаза линия раздела баков с закопченным нижним баком, потом конструкция почти белая, а потом опять сверху копоть. Это просто, это просто на нижней части бака окислителя, окислителя, был иней. Его, скорее всего, тоже закоптило сажей, и он впоследствии расставил сажей стекла вниз. Вот. Он прям красиво так описывает. Ему нравится, да. На следующей фотке этот иней довольно-таки противно выглядит, как поверхность луны какая-то. Просто мне немного животный страх это вызывает. Вот. Ну, он показывает, что некоторые части зачистились. Вот здесь есть красивая фотография, такая прям хипстерская фотография Falcon 9 с флагом американским. Прямо такая, она такая потертая. Он говорит, что что-то зачистили специально, потому что он говорит, что когда снова полетит эта вся штука, она будет снова коптиться, и вот это время копчения, так скажем, как курочки копчения, оно важно. Потому что чем меньше, чем дольше это все коптится, тем лучше. Вот. Надо счищать ее обязательно. Вот. Почему? И он дальше это говорит, что, что-то вроде что-то счистили, да, на фотографии. Но, блин, не все. Говорят, что вот сопла не обчистили, вообще ничего не сделали. Вообще, он говорил тут, что есть шанс, что вообще вот эту, именно вот этот экземпляр больше не будут запускать. Его оставят, как там, в назидание потомкам, что вот, вот так, вот так первая копоть выглядит. Сейчас-то у нас уже нанотехнологии не коптится ничего. Да, да, да. А вот тогда вот так вот закоптилось. Но нет, все-таки ее очистили чуть-чуть. Ну вот, да, ее чуть-чуть очистили, но не до конца. Причем он пишет, в итоге непонятно, почему ступень в саже. Специально решили сэкономить и чистить не полностью или попробовали и не получилось? Ну, это опять же, здесь есть небольшой такой, как бы, ремарочка, что это как наш именно русский чувак, который у нас, как бы, таких технологий нет. Поэтому мы точно не знаем, как нужно зачищать или не зачищать. Картошку надо чистить или в мундире запекать. Да. Вот, поэтому еще непонятно, все-таки правильно они сделали, неправильно, сохранят, не сохранят. Ну, в общем, вот небольшие рассуждения про сажу. Прикольно. Так, да уж. Да, перейдем дальше, опять же, про SpaceX, продолжаем. SpaceX снова пробует посадить первую ступень Falcon 9 на морскую платформу. Вот о чем ты говорила. То, о чем мы и говорили, да. Да, вот запуск успешен, посадка нет. Вот красивые фотографии Falcon 9, опять же, с американским флагом. Ну, вот, собственно, объясню, почему вообще, ну, попытаюсь, я, может быть, какие-то допущу ошибки, почему на водную хрень садить проще? Потому что дешевле. А почему дешевле? Потому что вот там, где у них все запускающие эти штуки, траектория на воду более пологая и не так сложно это спроектировать. Потому что, когда ты садишь практически в ту же точку, откуда запускаешь, там до хрена мощностей надо там дополнительных и так далее. А когда на воду, там на воду может хоть через там пару километров посадить, уже более пологая такая траектория и это типа проще. Ну, слушай, так там плюс еще на воду, ну, хотя ты вряд ли можешь управлять самой платформой, да? Платформа стоит на месте, но ты все равно ракету садишь. То есть, ты с самой платформой не плывешь. Хрен его знает. Может, ты можешь как-то подплыть, но там же речь идет о каких-то секундах, все равно. Ты начнешь плыть, там компьютерные высчитывания, то есть, ну, не знаю. Здесь есть небольшая такая схема. Здесь, кстати, да, кроме этого ссылки есть. Почему вот, например, сложнее на морскую посадить, чем на суше? Об этом рассказывается здесь. Хотя, казалось бы, что тут сложно, она морская нахрен, там надо мягонько сесть как-то, ну ладно. Ну да, есть вот схема, как все это должно происходить, как должно садиться. И самое главное, в принципе, можно уже в конец смотреть там, где фотка вот разбитого не Falcon, а вот этой хрени. Или это Falcon, как раз они разбили, я не знаю. Нет, его и разбили, конечно. Да, то есть, вот он разбитый, упавший уже именно в Инстаграме Илон Максом запостил. А тут и видос есть, собственно, Инстаграм. Есть, собственно, и видос, как эта штука падает. Вообще страшно. Представляешь, сколько это еще... Случайный звук просто у ноутбука включил, испугался вообще. Вот. Такая хрена тень упала. То есть, она вроде приземлилась, но неровно. То есть, там надо все высчитывать. Вот такие интересные технологии можно перекликнуть. Она просто взорвалась. Я не могу. Жесть. По GTA-шке. Сначала загорелась, а потом взорвалась. Да, немножко пройдемся по результатам космического 2015 и самой ожидаемой с виде 2016 по статье. Как у нас было указано, кратко. Кратко. Сможем ли мы кратко вообще сможем? Потому что здесь действительно много всяких событий ожидается и много деталей здесь описано, но мы немножко пройдемся просто по пунктам. Пилотируемая космонавтика. То есть, то, что будет управляться пилотами, то, что было и то, что будет. Главное событие 2015 года на МКС годовая миссия. Вот Михаил Корниенко и Скотт Келли, собственно, они уже почти прошли свой космический марафон, который хотели. Вот. Почти пробежали. И это будет охрененно для НАСА. То есть, когда они посадят и соберут все данные, которые... То есть, я так понимаю, не все передают данные свои? Ну, тут пополам. Они еще просто скажут, как у них дела. Хотя они могут по телеку это как бы сказать, но тем не менее. То есть, они еще, видишь, у Скотта Келли, который в космосе, есть брат-близнец, который остался на Земле. И их будут сравнивать, когда он... А, как они... Как там вообще развивался он в космосе. Вдруг у него там опустилось что-нибудь ниже там... Яичко, например. Да, я об этом же и подумал. То есть, в принципе... Также в 2015 году к МКС полетел первый астронавт мужчины из Великобритании. Раньше женщина летала из Великобритании. Охренеть, королеву, что ли, запускать? Ну вот. Идет обычная научная работа на МКС, как обычно там цветы выращивают, собираются энергию при помощи лазеров передавать. Вот. Немного. Да. Действительно, идет нормальная часть, скажем так. Да, нормально. В феврале 2016 на МКС в багажнике грузового корабля Dragon должен отправиться надувной модуль Beam компании ByGlow Aerospace. То есть, короче, что-то идет, жизнь идет. Дальше можно чуть-чуть отпуститься ниже, что Китай, в принципе, собирается продолжить свою пилотируемую программу. То есть, пилоты будут летать китайские. В 2016 году ожидается запуск новой орбитальной станции Тяньгун-2. Уже два. И полет к ней пилотируемого корабля Шенгрува. Интересно, Тяньгун-1, она висит где-то или она как у Элона Маска упала и взорвалась? Завалилась, да. Не дай бог, конечно, но да. Но это же смешно, то, что Китай что-то там делает. Ну да, да. Хотя вот мне и про SpaceX когда-то было смешно. А сейчас уже что? А вон оно как. А сейчас грустно. Да. Продолжает разработку пилотируемых корабля. Также, ну, Индия продолжает разработку. Есть всякие фотогалерейки. А, ну дальше, собственно, про беспилот. Да, да. Да, научная беспилотная космонавтика. То есть то, что полетит без пилота. Здесь было прикольно одно, я вот сейчас прочитаю, что в 2016 году такой однозначной классификации года не получится. В 2015 назвали годом малых планет, а в 2014 годом кометы. Вот в 2016 так не получится, потому что есть несколько событий важных в разных областях. В июле-летом 2016 на орбиту Юпитера должен выйти зонд Джуно, летящий туда аж с 2011 года. На Юпитер, Пекинь, то есть скоро, возможно, скоро мы уже будем на кольцах жить. Ну, это на орбиту Юпитера. Представляешь, он будет просто, как бы сказать, крутиться вокруг Юпитера и осматривать его. То есть там не то, что он сядет. Юпитер, газовая планета, сесть на него нельзя. Ну, как бы, как я понимаю слово газовый. Но, может быть, можно. Вот, но да, как на надувную, как на водную баржу. Вот так же можно туда только сесть. Я думаю, это гифкой надо прямо сделать и кидать везде. 14 марта должен состояться самый, на взгляд, автор нервный запуск года. Ракета-носитель Протон-М должна отправиться к Марсу. Зонд ExoMars TraceGasOrbit и посадочный аппарат с Киапарелли. Вот. Если все пойдет нормально, зонды прибудут к Марсу в октябре. Смотри, быстро. Быстро. Как бы... То есть, как на такси доехать. 7 месяцев. То есть, рожают дольше. А здесь детей вынашивают, чем на Марс летают. Да, прикладная, беспилотная космонавтика. Ну, то есть, вот непосредственно, что касается ракет-носителей, там, и всяких грузовых кораблей, которые спутники возят и так далее. Да. Ну, собственно, из заметных выпусков 2015 года выделил бы запуск метеорологического российского геостационального Electro-L. То есть, он пишет о том, что, в принципе, вот всякие зонды, всякие... Все, что про метеорологию и все, что вот разведка, касаемо разведки, сильно развивается. Как мы говорили, что виджеты погоды встраивать, вот это оно. Похоже, это то, что много спутников запускают, больше погоды начинают хоккейт смотреть. но вот тут написано, что... В 2016-м, опять китайцы. Тяжелый, великий поход 5, великий поход 7. Но это средство выведения, собственно, уже да. То есть, они там строят какие-то центры, я так понимаю. Такое ощущение, что среди многоэтажек ракета просто летит, но это не то, что мы думаем. Китайцы, увы, вряд ли устроят из этих пусков шикарное шоу, а вот Elon Musk со своей тяжелой ракетой Falcon Heavy наверняка не упустит своего шанса. Шутка ли, заявленная грузоподъемность 53 тонны, анонсирован перелив топлива в центральную ступень, там у них уже что-то все. Вот. Остается только пожелать, чтобы в 2016-м году было меньше аварий и больше успехов. Заваливается ракета опять. Да, в России ожидается первый выпуск с новым космодромом Восточный. После того, как там всех разогнали, узнали, что все своровали, подлатали и все-таки хотят по плану пуски оттуда. Я прям хотел бы, чтобы все получилось. Я довольно оптимистично к этому отношусь. Да, ну и вот последняя такая мистическая тема. Обнаружены новые косвенные признаки девятой планеты Солнечной системы. В общем, небольшой экскурс в прошлое, как здесь и написано. Так, 2010 гигабайт я вижу тут. Да. На орбите на одной метро. 2010 гигабайт. Совсем недавно, сейчас я найду, где это было написано. Гипотезы, что где-то на задворках Солнечной системы вот это? Нет, я хочу найти, что совсем недавно, вот, в марте 2014 года, сейчас, я пока скажу, что тут недавно совсем Плутон-то разжаловали из того, что это все-таки не планета, а так говно собачье. Не давно Плутон, да, что карликовая хрень. Вот, так вот, вот, надо чуть-чуть проскролить, что буквально полтора месяца назад, в декабре 2015, две группы ученых заявили, что обнаружили два объекта, наблюдая звезды в миллиметровом диапазоне при помощи телескопа ALMA. Так вот, они, короче, увидели хрени, которая движется, типа астероиды, там, что-то такое, либо далекие планеты, либо близкие астероиды, они не могут понять. Так. Вот, из чего следует, что, вот это вот девятая планета, Седна, о которой сейчас мы будем говорить, теперь о сегодняшней сенсации, что же там нашли. Пара ученых, астроном и математик, они, то есть, это прям вот свежак, это прям, когда вот вышла статья, это тогда как раз это новости была, астроном и математик решили построить математическую модель, которая бы объясняла особенности движения обнаруженных на сегодняшний день седноидов, вот этих вот самых объектов, про которые я говорю. То есть, там какие-то хрени движутся так, как будто что-то, что-то есть вокруг них. Они вокруг чего-то, они вокруг Солнца, как будто они по орбите. Вот. Это не то, что отдаленные какие-то планеты, а прям вот тут они, где-то. Ну, то есть, по законам физики они это все высчитали, так как астрономы, математик там. Они знают, ты думаешь, законы физики, Сомневаюсь. Их модель показала, что работает она лучше всего, если в уравнение внести фактор гравитационного взаимодействия этих объектов с неизвестной планетой, массой около десяти масс Земли. Ух ты, то есть, большая. Возможно, там около десяти масс людей ходит вместо нас. Ну, Огры некие, толстые чуваки. Да. Более того, их вычисления указывали, что такая планета объясняет поведение другой планеты за нептуновых объектов. Группы, другой группы за нептуновых объектов, орбиты, которые практически перпендикулярны орбитам тех объектов, которые рассматривались изначально. Вот. Здесь есть подробнее Дмитрий Вибе, вам расскажет, доктор физико-математических наук, если хотите почитать, там текст про планету Икс, он там немного развенчивает мифы, что, в принципе, это нормально, что астероиды движутся по какой-то траектории. Не обязательно они могут вокруг какой-то планеты быть, это просто нормально для тел, для космических тел. Они должны как-то двигаться, и вот они так двигаются. Поэтому, подводя итоги, журналисты в очередной раз ухватились за сенсацию, не разобравшись. И разнесли по свету то, чего не было. За какое место сенсации они ухватились, интересно, не разобравшись. Вот да. Отчасти в этом виноваты и ученые, которые поторопились с выводами их обнародования. Но их можно понять. Таким образом, они хотят продавить начало поисков планеты большими телескопами, которых нет сейчас. А, так они это все за гранты делают, за заморские. Хотя для них-то и не заморские, для них местные гранты. Да. Ну, будем подождать, будем посмотреть. Такой вот у нас 2016 год намечается. Ну и надо Никита обойку нашу обсудить, мы как бы к завершению подходим. А, так обойка, да, кстати. Обойка, здесь есть несколько объектов, которые выделяются. Я думаю, что деревья это мысли, пальмы такие. Так, вот, а гора это как бы наши слушатели. Если гора не идет к Магомеду, то деревья идут к горе. Да и просто без этой горы мы никто. Да. Наша корневая система в воздухе остается подвешенная. Поэтому мы пользуясь случаем благодарим вас всех за прослушивание и просмотр, особенно тех, кто слушает или смотрит нас от корки до корки, от начала и до конца. Нам приятно осознать, что такие люди есть. А я надеюсь, что они есть. Не все нас смотрят под таймингом вот этим скучным, который в описании написан. Поэтому да, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс. Хочется сказать в Снэпстере, но пока нет. Пока они еще не выделили это в отдельную соцсеть. Поэтому подписывайтесь пока там, где я сказал. В iTunes ставьте нам отзывы, ставьте звездочки, пишите отзывы. С вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного вам всем дня. Пока. Пока.